АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо за аплодисменты. Начинаем программу «Чёрное зеркало», которая, как всегда, представляет вам редакция подробностей. В студии программа её ведущий Евгений Киселёв. Мне помогает мой коллега, ведущий подробностей Алексей Лихман. Здесь у нас собрались депутаты, политики, журналисты, политические эксперты. И рад приветствовать здесь Владимира Гройсмана, который у нас на этом ток-шоу впервые. Вы знаете, я бы хотел вот с чего начать. Прошлый выпуск, буквально за минуту до окончания, мы завершили на очень печальной ноте. К нам в студию пришло известие о том, что в Москве убит российский политик, один из лидеров оппозиции, Борис Немцов. И как многие люди, которые об этом узнали первые неподтвердившиеся сообщения, неподтверждённые ещё, сказали, нет-нет, давайте дождёмся точной информации. Кто-то попросил встать и почтить его память минутой молчания, но один из его товарищей здесь присутствовал, другой оппозиционер Владимир Милов сказал, нет, подождите, давайте не сглазим, а вдруг всё-таки эта информация не соответствует действительности. Увы, информация соответствует действительности. И с тех пор мы потеряли не только Немцова, мы потеряли ещё 34 человека погибших. В результате взрыва на шахте Засядьково давайте почтим всех погибших минутой молчания. Спасибо большое. Прошу садиться. Я начну тогда продолжение этого разговора про покойного Бориса Ефимовича. Я знаю, что Юрий Луценко хорошо, близко, лично с ним был знаком. Вот что бы вы могли сегодня, завтра 9 дней, Борису Немцову, вот что бы вы могли сказать, Юрий Витальевич? Я не скажу, что я настолько близко знал Бориса Ефимовича, но каждый приезд в Киев мы видели. На Майдане он очень часто был среди нас, был одним из нас. И именно поэтому первый день, когда стало понимаем, что это такое политическое убийство, я сказал, что это убийство одного из нас, одного из тех, кто выбрал свою свободу и гидность на Майдане. Для истории будет неважливо, кто натиснул крок. Для истории уже понятно, что его убил путинизм. Атмосфера ненависти до каждой люди, которая ценовала свою и чужую свободу. Борис Немцов, он сейчас стоит на фоне плаката «За вашу и нашу свободу». Борис Немцов был белой вороной украинской политики. Он был слишком открытый, он был слишком широкий, он был слишком безбашен, живучи под башнями Кремля. Именно поэтому его тело осталось прямо под этими башнями, торжествующего Кремля. Я бы сказал, возможно, на остаток этого гиркого коментария, что в России этот случай дал шанс пробудиться людям. Россияни в день похоронения Немцова и в день травы на реакции по нему мали шанс стати свободными. Они его не использовали. Значит, Россия еще не вышла из путинизма, и значит, еще будут жертвы. Борис Немцов, очевидно, станет очень важливой вихой России, которая еще не родилась. Спасибо большое. Я первый раз побачил Немцова, знаете, когда 2000, когда у нас революция, четвертий рік. В штабе на Подоле, помню, на Рада, сидит Петро Порошенко молодой тогда, сидит Немцов. А как ты тогда был? Взагалі, я тогда был журналистом. Мы тогда выложили газету «Голос Украины» из публикаций про оборонение Януковича президентом. И мы в штабе на Подоле в дворе палили тираж этой газеты. И Немцов тогда тоже был при этом в случае. Другий раз, не другий, а в один из разов, пару лет назад, зустрем Немцова с донькой, с Россией, пішли на пляж. И побачили Немцова. Я малый свой, и говорю, Влада, познайомься, это историчная, взагалі, особистость. Ну, дитина мала, она что там, розуміє, хто исторична чи неисторична, а сегодня правда розуміє. И сфотографувались, и шикарные фото. А взагалі, я хочу сказать, что Немцов це був, це легендарна особистість не тільки для Росії, а і для України. Це справді був другий України. Царство Небесне. Царство Небесне. Царство Небесне. Царство Небесне. Ну, а життя продолжається, и мы продолжаємо нашу программу, будем говорити уже о делах, связанных непосредственно с украинской внутренней и внешней политикой. Вот, как я уже сказал впервые у нас на нашей программе в гостях Владимир Гройсман. Владимир Борисович завтра отмечает 100 дней с того дня, как он избран спикером Верховной Рады нынешнего созыва. Я не ошибаюсь? Я не рахувал. Журналисты уже посчитали. Ну, значит, журналисты за вас посчитали. Я вам доверяю. Ну, вот символический рубеж, да, вот Наполеон пробыл 100 дней после возвращения с Эльбы императора Франции, и потом все это для него закончилось в Атерлову. Для Гройсмана не закинчится. Ну, будем надеяться. Будем надеяться, но во всяком случае, вот этот... Смотрите, многие говорят сейчас о том, что к этому символическому рубежу Верховная Рада подошла в некотором смысле, вызвав определенное разочарование в обществе. Потому что вот многие надеялись, что нынешняя Верховная Рада будет все-таки, наконец, таким позитивным, конструктивным, респектабельным парламентом европейского типа. А вместо этого опять мы видим и склоки, и блокирование трибуны по любому поводу, и драки, и крики, когда очень часто депутаты нарушают, скажем так, правила парламентских приличий. Кнопкодавство, другие нарушения. Кнопкодавство, опять там длинный список прогульщиков и некоторые фамилии там, как бы уже традиционно. Знакомые с давних времен. Ну и вот там конкретная история, допустим, очень много сейчас разговоров по поводу того, что блокируется, например, принятие закона о внесении изменений в закон об акционерных обществах, который позволил бы государству установить контроль над компанией Укрнафта. И ваши коллеги по Верховной Раде, депутаты Сергея Лещенко и его коллеги по группе межфракционной еврооптимисты, обвиняют в том, что в этом виноват глава профильного комитета по экономическим вопросам Андрей Иванчук, который является, как они утверждают, бизнес-партнером Коломойского и другом премьер-министра. И тут есть некий сговор. Есть сговор или нет сговора? Добрый вечер, шановные друзья, шановные коллеги. Замечательно. На вопрос отвечать. Добрый вечер. Дуже великое было запитание, а, че, че, педведение до запитания, я не дам ответ и на это. А на самом деле мы прожили достаточно непростых 100 дней, и края сьогодняя переживает достаточно тяжкие часы. И, возможно, сказать, что Украинский парламент еще не совсем стал таким, как бы хотели его видеть украинцы, как бы хотели бы видеть мои коллеги, народные депутаты. Безумовно, сколько 100 дней, это не тот период времени, когда можно сделать очень много революционных изменений. Хотя я могу отметить, что в Украинском парламенте сегодня и в этот выяве воли народа Украины есть приблизительно половина депутатов абсолютно новых. Створена безпрецедентно больше 300 голосов депутатов коалиция, которая включает в себя 5 политических фракций. И это все требует определенного процесса нашего объединения. Но вместе с тем можно отметить, что есть решения, которые парламент это ухваливали, достаточно сложные и непростые, которые были необходимы и необходимы сегодня в Украине в разных сферах жизни. Я тоже критично ставлюсь к тому, что иногда происходит в парламенте, это и войны, но насколько мне память не ограничивает, насколько я понимаю, что только первый раз за всю историю выделили депутата, который первый раз поднял руку и ударил своего коллегу. Я считаю, что это очень хороший пример того, что больше такого в парламенте не может происходить, потому что это просто позор. Осталось бы отметить, что сейчас мы готовим изменения к регламенту, которые позволят более жестко на все реагировать. Мы готовим комплексные решения, которые связаны с тем, чтобы проводить персональное голосование и нести за это ответственность. Принаймні, можно отметить, что когда были выявлены случаи неперсонального голосования, я ставлю их на переголосование, и это тоже было первое. Сейчас мы переходим к достаточно системной работе щодо законотворения, и вот начали вместе с коллегами опрацовывать план действий щодо законодательного обеспечения реформ, который очень важен. Я могу сказать, как в минулом урядове, я проживаю в Украине, и Украинский парламент был тогда, на превеликий жаль, но это было, правда, гальмом реформ. Сегодня я могу сказать, что, возможно, мы еще двигуном не стали, но мы двигаемся в этом направлении, и мы обязательно выполним частину задач, которые стоят перед Украинским парламентом, чтобы принимать решения, которые не просто нравятся украинцам, а которые нужны для того, чтобы Украина, врешті-решт, от пострадянской, коррумпованої страны перетворилась в качественную европейскую страну. И я думаю, что мы тут абсолютно єдиными в большинстве Украинского парламента, как в межах коалиции, так и поза межами коалиции. Что касается блокирования, то могу сказать вам, что Украинский парламент я впервые проголосовал много решений, которые касаются государственных монополий, разных видов большого капитала, на которые сегодня начали платить подвищенные податки и начали их сплачивать. Хотя есть вопросы у Украинского парламента, которые были проголосованы Украинским парламентом, и мы все голосовали, ну, большинство голосовало за это решение, но там были какие-то неточности, которые нужно исправить. Я уверен, что они будут исправлены, в том числе, принимавши закон, который был поддан урядам, и сегодня он проводит соответствующие процедуры. То есть процесс идет, и нам все нужно сделать для того, чтобы мы были по-справжнему гордостью Украинского народа. Жаня, если можно... Я бы чуть-чуть по-иншему начал ответить на то же самое вопрос. Это всего три месяца. Люди, требовавшись так много, на самом деле часто забывают, что мы работаем всего-навсего три месяца. И еще одна вещь. За цих три месяца я уже третий писал заяву про представку. Честно говорю. Бо дуже важко бачить, являнуть люди, повертаться с фронта и быть в этом зале. Но каждый раз я рвав эту заяву, потому что это также фронт. И вот смотрите, за цих три месяца, да, принимается очень много недосконалых законов, взагаля иногда даже смешных законов. Но каждый месяц минимум три, четыре, часто пять законов, которые мы ждали годами. Ну, представьте, действительно, олігархический капитал стал платить повноценную ренту и акцизу. И это значит, что олігархи платят стране, которая воюет. Действительно, мы приняли антикоррупционный бюро, про який говорили, я не знаю, сколько я был в милиции, сколько говорили, что я треба створить, потому что без этого не работает борьба с высокопоставленными крадеями. Действительно, мы скасовали знаменитых кровосесей, все эти инспекции, все эти дозвольные службы, которые просто выпивали кровь в бизнесе. И когда Минфин в первом бюджете это выкраслив, попри наше голосование, я особо пришел в бюджетный комитет, бюджетный комитет побачил лидера наибольшей фракции, очікував, что сейчас что-то будут брать. И когда брали книжку, ну, народ был действительно удивлен. Я еще раз скажу, от, кажется, из небольших законов на самом деле строится что-то новое. Я уже молчу про десятки законов для армии, для участников АТО. И, честно, там очень важно. В том парламенте с таким парламентом очень важно. Але не питайте гроз, мы на чему блокують, або чего бьются. Він керує тими депутатами, яких ему прислали. Як казав один немодный усатый деятель, других депутатов у нас для вас нет. Ну, это понятно. Но вот все-таки один вопрос, который я пытался вам задать. Вот вы сами заговорили про антикоррупционный комитет. Очень многие помнят, что там была настоящая война в руках закона в этом самом антикоррупционном комитете. И примерно те же силы, которые вот сейчас блокируют принятие решения по Укрнафте. Ну, это неправильно говорить, что это по Укрнафте. Это закон о внесении изменений и дополнений в закон существующего законодательства об акционерных обществах. Но понятно, что там дотрагиваются интересы Укрнафты. А тогда, значит, мы все помним, чем завершилось в итоге там некий компромисс. Когда мы приняли закон про антикоррупционный брод, это было чудом. Вот тут все коллеги скажут. Если бы мы в тот день могли вообще не принять. Мы бы еще годами дебатовали, как покращать текст закону, который, на жаль, знаем, кто хотел провалить. А вот сегодня назвали последние четыре фамилии, которые как бы в третий тур вышли. Виктор Чумак, Артем Сытник, Яков Варичев, Николай Сирый. Я боюсь, что большинство людей вообще ничего не говорят. Нам не потребно сегодня делать оценку этих людей. Закликаю за вас. И не коментовать, оскільки мы представители влады, и они должны работать по всем нам. И каждого поставить на свои места. Поэтому будет вызначено три кандидата, которые по вам, по нам всем, и по вам тоже, Олег Коллег. Олег Коллег, Олег Коллег, Олег Коллег. Объяснение. Они будут понимать, что там идет абсолютно здоровый процесс. Когда вы говорите про коррупционный бюро, я вам назвал сейчас десятки законопроекта, которые были тяжкими для принятя. Банки. Десятки тяжкими. Вот давайте, вот остальний закон, правильно сказал Юрий Витальевич. Відповедальность властников банков за кошти мокура, в которые украинцы вкладывают эти банды. Раньше что? Позбирали на рынку с людей гроши, потом банк с банкротом, потом пошли до держалного фонда гарантирования вклада. Мы получили максимум до 200 тысяч, даже гривен. Даже если там, возможно, было больше денег. И все. Погрубовали государство, погрубовали людей. Выбрали конкретнее. Банк Дельта положен банкротом. 23 миллиарда винен государству, Азбанку. 32 миллиарда винен людям. Коханка выехала в Мексику с 100 миллионами на рахунку. По старому закону никто не ответит. Потому что государство должно вернуть в Мексику. На Мексику, Юрий Витальевич. Что? Бачите, они все должны. На Мексику, на Мексику. За чему? Миллиарды, десятки миллиардов, которые сказали. Мексика или другая страна не имеет значения. Мает значения, что погрубовали людей. Сегодня найдут этот закон, который мы приняли и подписаны. Знайдут, заберут все, что есть и повернут людям. Это принципово важное. Давайте послушаем представителей других фракций. Вот Лешко там все пытается. Я просто... Я вийшов из блока Петра Порошенко как кандидат на посаду спикера, за которого коаліция, и не только коаліция проголосовала. Вы знаете, я сейчас, возможно, скажу речи, за которые меня критикуют мои однопартийцы. Потому что в нашей партии есть ястреби, есть голуби. До ястреби относятся Андрій Лозовий, Игорь Масійчук, Дмитро Ленько. До голубей и другие. А вы у нас кто, ястреб был? Я Голубмил. Я хочу сказать про Володимира Гройсмана. Можливо, вы знаете, что я скажу, это я впервые скажу. Но я хочу, чтобы страна это знала. Когда с начала Гройсмана запропоновали на посаду главы Верховной Ради, для меня было, честно говоря, очень удивное решение, не очевидное решение президента, потому что именно он его предложил. За эти 100 дней, общаясь как лидер с фракцией, с Володимиром, смотрясь как он работает, я хочу сказать, да, парламент, никто никогда не любил. Никто никогда парламент не поддерживал, и рейтинг доверия к парламенту очень низкий. Но если говорить о самого Гройсмана, мне не удобно в его присутствии говорить, но я скажу, что Володя, ты щирый, ты коммуникабельный, он очень коммуникабельный, как спикер. Когда мы собираемся у него в зале, не в зале, а в кабинете, приходим, а леди готовы не разорвать один одного. Когда там Гройсман, это означает, что все закончится нормально. Потому что он всегда найдет со всеми... Всегда найдет со всеми спальными мовами. И обратите внимание на кадры, что когда он меня критикует, он даже это делает с посмешкой. Короче, скажу, впрягся в цего воза, треба тягнуть. Треба тягнуть, не связывайте на ситуацию, не связывайте его на все. Знаете, как это называется? Прозвучал Панайгирьев? У вас место веще спикера? Спикеру не есть. Я думаю, что... Мова не про то. Мова про то, что когда вносят кандидатуру спикера, за него голосуют. Это был наказ выборца. Он за меня голосовал. Секунду. Что до веще спикера, вот тут присутні Юрий Луценко и Владимир Гройсман, они подтвердят, что у меня была возможность стать веще спикером. Помните, да? Я отмолился... Кто тогда блокировал трибуну? Я правильно. Я отмолился. Я отмолился в этой посаде. Потому что если бы я стал веще спикером, то бы Луценко довелось блоковать трибуну. Поэтому я отмолился от этой посады. Если говорить серьезно, у нас есть несколько исторических решений в этом парламенте. Давайте мы все же будем возвращаться к причинам, по которым вы блокируете трибуну. Наверное, это важнее сегодня. Один из этих исторических решений, чем то, как вы восхищаетесь нашим спикером. Секунду. Я не восхищаюсь, я скажу правду. Один из этих исторических решений, это вперше за 23 года, в президенте Украинского парламента, И это очень правильно, что украинская женщина в президии Украинского парламента. И это очень много новых людей, которые считали, что они сейчас все изменят, но как это делать, никто не знал. И я думаю, что та система, которую мы построили в виде коалиции, и эти решения, которые мы принимаем перед тем, как выйти в зал, если вы видели эти баталии, они больше, чем вы видите в залу любых боевых гладиаторов. Много людей почему не понимают работу Верховной Ради? Верховную Раду подают законопроекти в большинстве урядовые, и есть законопроекти депутатские. Урядовые и президентские есть первочередные. Например, мы пережили страшный черный понеделок, когда мы принимали очень тяжкие законопроекти, которые торкались о выполнении требований МВФ. Мы работали где-то 10 часов с премьером, с командой Кабинета Министров, и по некоторым законам не нашли понимания. И поэтому, например, наша фракция не голосовала за законопроект по изменению пенсионного законодательства 22-12, потому что мы показывали, что это не популизм, это показывали, что это не те деньги, которые нужно сейчас забирать у самых бедных. Что я бы хотела сказать? Найголовнейшее, что есть в парламенте. Мы учимся один одного чути, если вопрос идет о государственной ваге. Это самое важное. На жаль, только вчера мы провели вопрос, приехали, вы знаете, главы всех многих сельских рад. Они, на жаль, нам кричали «з балкону ганьба», потому что одна из фракций показово блокировала нам, не дала голоса. Но я уверена, и это обещал спикер Верховной Ради, что мы начнем сессийный тиждень с того, что запросим снова главы сельских и селищных рад, и допоможем им в этот крутой час сбудовать бюджеты. Но я уверена, что эта Верховная Рада... Я уверена, что эта Верховная Рада за 100 дней приняла очень важные законопроекты. По дирегуляции, самые лучшие законопроекты мы приняли. Мы по техническим регламентам, которые даже Кабмин не смог бы проявить эти законопроекты, мы приняли скорочение лицензирования, мы приняли деякие скорочения по дозвилам. Мы готовим серьезную гильотину для бизнеса. И я впевнена, что... Не для бизнеса, не шагайте людей. Для бизнеса Гонтарева уже сделал гильотину. Что вы просите, Ролейдир Борисович? Что вы просите? Скажите, что вы просите. Что вы просите, я вам это дам. Только мне за рахунок людей. Это Верховная Рада. Я дякую. Я веду, что гильотину все знают, это покращение для бизнеса. Это сокращение практически 100%. Возвращается гидра, а потом доказывают, что необходимо дальше регулировать. Это есть спальные действия, которые мы делаем в коалиции. Но я хочу сказать, что нам, мабуть, нужно начать через 100 дней. Это начать анализировать выполнение нашей коалиции. Нашей угодой. Потому что, например, мы начали делать анализ выполнение этой угоди. И пока, можно сказать, соромно. Практически нас, уряд, подстегивает на какие-то свои вопросы. А те, что мы написали все разом, и более чем писали, месяц писали, за каждую строчку отставили. Нам нужно вернуться к тому, потому что ответственность у нас своя парламентская. Очень спасибо. Прошу прощения. Вот тут мои коллеги, журналисты, эксперты. Я не могу их оставить. Вот есть, например, Александр Михельсон, журналист. АПЛОДИСМЕНТЫ Я здесь хозяин, я порой не могу говорить. Я буду краток, как говорит один известный исторический персонаж. У меня одно прохание до шановных политиков и два коротких вопроса. Прохание тоже короткое. Нас смотрят сейчас, прямо сейчас, точнее вас. Миллионы людей. Не все они очень понимают на том, о чем мы все говорим. И если кто-то говорит о том, что у нас там произошло голосование по Укрнафте, то, напевно, нужно расшифровывать, да, про что идется. И если кто-то говорит, что чиясь коханка в каком-то банке, то это тоже нужно расшифровывать, або не говорить взагалі про это. АПЛОДИСМЕНТЫ Я журналіст, я больше умею задавати питання, ніж формулювати відповіді. И я вот зараз тут хочу выступить таким адвокатом наших глядачів. Давайте эти речи как-то раскрывать. Питание. Маленькое питание до Юрия Витальевича. Ви згадали, хвилин 10 тому, про те, что тричі писали заяву на відставку. Я правильно понимаю, на відставку с головой фракции Блоку Петра Порошенка, или какую-то другую заяву? С головой фракции и в відставку депутата. То есть вы хотели сдать мандат? Да. Сколько из этих трех было тех и других заяв? Какая разница, я их... Але было и те и другие, да? Ну, я відверто скажу, я что, вы задаете короткие питания, но это долгая ответственность. Я насправді впевнен в том, что в Путіна с серпня прошлого года был план А, агрессия, и он думал, что от наступа его регулярных войск просто развалится Украина, в которой он надеялся на повстание российского мовника. Недооценивший ступень их украинского патриотизма. План Б, который сейчас пытается реализовать бунт под приводом так называемого Третьего Майдана, под приводом реальных, величезных социальных трудностей у людей. И я просто отчуваю, отчуваю высокую уверенность того, что с травня месяца будет начаться план Б. Полномасштабная война, Александр, полномасштабная война. Я понимаю, что в Украине два месяца. У меня ощущение каждый день, что мы пропускаем этот день. Мы, конечно, и Украина, и парламент, мы не ощущение, что мы пропускаем. Я приезжаю в парламент, вижу порядок денный, который, мне кажется, не отвечает на вопрос, если мы готовимся к войне. Мы собираемся в грозь, мы раздобавляем. Что-то происходит, что-то не происходит. Ты чувствуешь, что просто... Ты Богуская. И чем тут мало зарадить вашу выставку, Юрий? Я понимаю, что не можешь идти. Зарадила выставку. Иди легко. Луценко, по-перше, очень эмоциональная человек. По-друге, один из многих из нас, Юля, Юра, который, за свои взгляды, вы сидели в тюрьме. И поэтому он имеет право на эмоции, он имеет право на свою позицию. И я хочу тебя тут, Юрий Витальевич, поддержать. Мы устраняем время. Когда нужно собрать позачаровое заседание, мы его не собираем. Когда нужно принимать решение вчера, мы их все принимаем. Мы идем за подъемами, а подъеми... Володимир Борисович, что мы будем бачать. Володимир Новичневич мог бы запросить только пана Олега, и больше гостей не запрошу. Он так и сделает в следующий раз. И я перепрошу, если можно, если Юрий Витальевич уже завершил разлогу, ответить на короткое задание. Я сподіваюсь, с глядачами все зрозумело, в принципе, так? Тобто, закінчение моего ответа таки. Такая заявка – это дезертирство. Я сегодня просто считаю, что с коллегами по коалиции мы все на украинском фронте, в украинском парламенте. Бо фронтов есть два. Зовнишний, там, где наши героичные солдаты. И внутренний, который должен прорвать фронт коррупции, фронт розвитиества, фронт радянской, в том числе в экономике. Я все чувствую этим солдатом, который не вычерпал свои патроны. Позиция зрозумела и шляхиятна. Евгений Алексеевич, могу я еще второе свое питание короткое задать? Раптом снова будет долгая ответ. Это вопрос, в первую очередь, до Володимира Борисовича. Вот вы, сразу, начиная свою умову, сказали, если я правильно, приблизно цитую, что, возможно, вы вжили слово, возможно, парламент нынешний виявился не тем, который хотел бы видеть выборец. Юрий Витальевич потом поддерживал эту тезу и даже перефразировал товарища Сталіна, что других депутатов у нас нет. А скажите, пожалуйста, панове, это произошло, что украинцы не умеют выбирать гидных себе депутатов? Или это произошло, что влада не умела обеспечить отображение на выборах народной думки? Или что из каких-то причин? Вот вы лучше знаете, расскажите нам. Я хочу отметить, что парламент такой, как его брали украинцы. А вот отвечает работа внутреннего парламента ожидания, потому что тут я сказал, что пока что нет. Но то, что парламент принимает важные решения и делает это достаточно... Тут было сказано, что есть государственная позиция. И я честно могу сказать, я это чувствую. У большинства депутатов, у большинства фракций, это правда, есть такая достаточно государственная позиция, которая позволяет принимать решения, бороться за какие-то вещи. Потому что каждое вопрос, которое мы ставим сегодня, то борьба с коррупцией, то борьба с вакханалью в судах, то даже децентрализация финансовая, про которую сегодня сказали. Мы впервые, за 24 лет, впервые провели финансовую децентрализацию сегодня, сделали первые кроки. Сегодня города, районы, области получили совсем новые деньги, совсем новые ресурсы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хочу зазначити еще одну вещь, что когда сказали, что понеделок черный, если бы мы в понеделок, шановные друзья, не приняли те решения, которые были предпочены МВФ... В общем, одни страшные достижения, и только отдельные мелкие недостатки. Перепрошу, нет, нет. Это начало реформы. Я не могу сказать, что есть, Татяна. Но наголошу, послушайте, наголошу на то, что был бы очень черный векторок, если бы в понеделок не было заседаний, на котором мы приняли решения по МВФ, и сейчас мы получаем транш 17 миллиардов долларов. Для того, чтобы... Для того, чтобы... Ну, в никого нет сумки. Для того, чтобы поддержать жизнедеятельность украинской экономики и поддержать социальные выплаты. А вот этот час нам нужно использовать. И этот час не будет повторяться вечно. Это час для системных реформ, системных изменений. И, до речи, когда мы принимали эти решения, мы в том числе находили сельские бюджеты. Они сегодня получают, уже за теми решениями, которые мы приняли, получают деньги и на управление, и на область, и на культуру, и на коммуналку. Все то, что им сегодня нужно, уже будет враховано. А тот закон, который не принял парламент по сельским радам, по селам, он по большому рахунку был не совсем адекватным с точки зрения ответа людям и инструментов. Поэтому парламент за него не проголосовал. Мы собираемся, проведем заседание, я имею в виду, экспертов. Я попрошу, я попрошу. Назвати голів сельских рад, которые приехали и была заполнена повна трибуна неадекватными людьми, что они не понимали, за что они приехали и просили. Я прошу, они отстойвали, они отстойвали решения, значит, они адекватные. Я очень прошу. Вот дивитесь, вот дивитесь, он в Верховной Раде. Вин не завтра, в Пикер, мы его на 5 лет не брали. Володя, говори, говори. Пожалуйста, кто-то чувствовал, чтобы я сказал, что люди были неадекватные. Не, 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 но можешь, это не правда. Я сказал про то, что закон неадекватный, потому что он не отвечает на запись, которые сегодня украинского села. А мы с вами спольно работаем. Закон, который будет отстойвать интересам украинского села. Не просто папирец, а реальный инструмент. Володя, я хочу поговорить, я хочу поговорить, я хочу поговорить, представителям других фракций, которые здесь есть. Я закинчу, дозвольте, будь ласка, вы не дали мне закинчивать, у вас много чоловеков, но прошу, чтобы иметь культуру. Я сказала, что вы сказали, неадекватные пропозиции, закон, но люди были адекватные, могут и требовать адекватные пропозиции. Один вопрос для всех, если сегодня работает карьер, и он ехать от села до города, зарабатывает деньги, он должен вкладывать частью денег на ремонтение сельской дороги. Должен? Должен. Должен. Это неадекватно, чтобы этот карьер достаточно заплатил кости сельскую раду, сельская рада отремонтировала и эту дорогу, и суммежные, которые идут до домов. А еще карьер наложить олигархам, а еще карьер наложить олигархам, наложить на стол, а еще карьер российским олигархам наложить, что с ним ходи работать, ухр на авто, карьеры, аэропорт Бориспель, Малу, ухр на эту дуржавную революцию. У нас время и программа не резиновая, уважаемые господа. Дуже вам дякую, что они побачили действительно вашу позицию. Пожалуйста, Николай, давно просите слово. Действительно, сегодняшняя наша дискуссия, она достаточно серьезно нагадывает то, что происходит у нас в парламенте. Шановный Володимир Ильич, я, разговарившись на годы, хотел приветствовать вас первым таким маленьким юбилеем вашей деятельности на посаде главы Верховной Ради и вы словите все, что вы действительно въедете в историю Верховной Ради как серьезный спикер. И я могу только догадываться, насколько тяжело керовать таким организмом сложным, как Украинский парламент восьмого скликанья. Вы знаете, я могу сказать, как говорят, «але». Для меня это тоже первое скликание, первая каденция депутатская. Я надеюсь, что есть остальное. А безглодийский блок, сколько можно сидеть в Раде? Такая разница. Какая разница? Вам без разницы? Я говорю, сколько посадок? Я прошу прощения, я может быть переведу такую дискуссию в другую плоскость. Вы знаете, сегодня для одесситов важный день. Сегодня день рождения великого одессита, гражданина Украины, гражданина России, человека, который объединяет наше государство, Михаила Михайловича Жванецкого. Я предлагаю поприветствовать Михаила Михайловича У Жванецкого в одной из его старых вещей есть такая фраза «Тщательнее надо, ребята». Когда говорят, что три месяца всего работает нынешний парламент, это действительно правда. Но с другой стороны, правительство работает год. И за этот год результаты нулевые. И премьер один и тот же. Результаты, которые совершенно справедливо сказал уважаемый журналист о том, что увидели люди в результате работы нашего парламента. Что они увидели в своих кармнах. Вот видите, сейчас на улицу долар откатился с 40 на 25, долар откатился с 40 на 25, а цены не упали вниз. Как люди должны это ощущать? Шановный Владимир Владимирович, я не погоджусь с вами стосовно того, что произошла децентрализация місцевой влады. Это наше наше первое завдание это сделать, реформировавши Конституцию. Дуже приемно, чтобы президент заснував сейчас Конституционную комиссию. Я сподіваюся, что она в ближайшем начале начнет работать. И это первое, что мы должны сделать, чтобы мы провели местные выборы, которые будут происходить в восемь этого года. Действительно, по новому законодательству, с новым законом про выборы, те, что обещала влада. Чтобы новая местная влада получила действительно эти повноважения, эти финансовые структурные для того, чтобы мы строили новую Украину. Я еще скажу одно слово. Я только делился на работу парламенту по телевизору, это, еще раз повторюсь, моя первая каденция, но такое отношение до опозиции, как в этом скликании, когда опозиции не надали жодного комитета, когда, Владимир Владимирович, я очень вас поважаю, но очень часто при расследовании вопроса, что новый пан из Радикальной партии может выступать 10 раз за расследование одного вопроса. Опозиционный блок жодного разу не отримает слово. Юрий Виталевич, я все время рад вас видеть, и все время, когда вижу вас, у меня лучшее настроение. До конца дня у вас нас и наступит поднимаетесь. Я не пропустил я договорю, что я одна реплика. Берите пример с господином Лешко. Он без... Леонид, одна реплика. Я молчу. Леонид, одна реплика, шановный коллега. Дивите, по децентрализации я сказал про то, что мы распочали финансовую децентрализацию. Это означает, что перерасходил на пользу местных бюджетов. А сегодня вы спросите городу Одессы. Я работал и главой областной ради, и главой областной администрации. Для вас это будет элементарно узнать. Тут плюс, минимум, 39 миллиардов гривен потрапит сегодня на собственные повновления, на самодостатные громады. Это не попоровые гроши, это гроши украинские. Это гроши реальные. Больше того, что это деньги, которые заработаны украинсками. Мы все поправили в понедельник. Вы не поддержали закон Батьковщины по расширению повноважений местных громад. А наша практика поддержала. 19.00 и 18.98. И про какие речи там шла мова? Расскажите, вы говорите, шановные друзья, вы говорите, Голодя, я тебя перебью. Говорите про законы. Я же вибольшинство. Я вибольшинство. Я вибольшинство. Я еду на эфир. Я еду на эфир. Звонит тетка Галка з Луганской области. Кило муки 20 грн. кг. Мешок сахара 1400 грн. Мешок сахара. Коммуналка 700 грн. Это все законы. Людям нет за что жить. И поэтому главное завдание Верховной Рады это принимать эти законы, чтобы люди могли жить. Олег Валерьевич, не станьте заниматься популизмом. Мы попросили вас поддержать. Мы попросили вас поддержать. Мы попросили вас поддержать. Почему вы не проголосовали? А теперь вам еще нет за что жить. Я отвечаю. Я вам давал молоко за границу. Елена Верховна, задали конкретное питание. Володимир Борисович, у понеделок мы голосовали за целый ряд законопроектов, которые дают возможность отримать кредитную зародную валюту фонду. Олександра дорикает мне, что мы голосовали за пенсийный закон. Да, голосовали. Я отвечаю, почему. Потому что пенсийный закон, благодаря поправке Радикальной партии, которую поддержал Блок Порошенко, поддержали другие фракции. Мы скатировали специальный режим на рахунение пенсий для чиновников. Мы забрали пенсии за курорию. Мы у понедельника. Олександра, Олександра, не забрали. Это неправда. У тебя забрали пенсию. У тебя забрали. Люди добрые. Люди добрые. Олександра говорит до Яру. Неправда. Олександре забрали пенсию. У ней, как у депутата, пенсия была 15 тысяч гривен. Тепер она ей не отримует. У вас забрали пенсию. У вас забрали пенсию за курорию. Мы предложили с этого законопроекта. Дайте ему что-то выводить. Мы предложили с этого законопроекта. Я должна ответить. Мы предложили с этого законопроекта убрать две нормы. Первая норма, что не брать 15 процентов с пенсии работающих пенсионеров. Потому что человек, получающий, хотя бы ограничить двумя зарплатами минимальными. То есть 2 500, не брать 15 процентов. А кому это вы скажете? Тут люди ищут работу. А у них бабушка и девушки. А эти люди пенсионеры ее занимают. Правильно. И второй пункт, чтобы не повышать. Молодые люди, дорогие мои, этим законопроектом перестаньте девать. Перестаньте кричать. Перестаньте кричать. Все мы при миллионах пенсионеров. Выбачьте, мы люди не принимаем 15 тысяч гривен пенсии, могла бы уже и не почистить. Хватит працювати. А теперь по поводу пенсии депутатов, судей и так далее. Абсолютно правильная норма. Мало того, мы проголосовали, что в мае месяце мы все отменим спецпенсии. Но лукавство, лукавство господина Ляшкова в том, что из 46 депутатов пенсионеров не получать будет пенсию 6 человек, потому что военную пенсию всем оставили. Хватит лукавства. Не отраймуватимуть. Вы знаете, когда мы обговорили пенсийный законодатель, вы знаете, что паня Кужинь наиболее хвилювала? Она два дня до моих ходила и просила, я не могу, чтобы депутатам залишили пенсию. Очень хорошо хвилювала. Нет, это правда. Ты просила, старша, ты просила. Малыш, это правда. Вот тебе крест, это правда. Всеми не подалось, а лишь ты пенсию ведьм для тебя делал. Дай мне дарим слово другим, пожалуйста. Леонид, Леонид, я рекомендую воспользоваться палубой. И выросли, бываем. К чёрту, в жизни не подошла. Александр, можно? А можно? Нужно. Леонид, дружи, Леонид, нас правильнее, как на рабочем месте в парламенте. Все один в один. Дивите, вот деколька тез. По-перше, абсолютная правда. Владимир Борисович, я вас очутую. Скасували спецпенсию для депутатов, судей и прокуроров. Залишали пенсийный век такими, как и ведут. А вы поддаете провокацию в таком случае? Да, потому что он перебивает. Другая теза, повертаючись до оппозиционного блоку. Насправді, никакого оппозиционного блоку в нашем парламенте немає. И назву, эту опозицию, эту высокую назву, они просто вкрали, потому что это перекрасившиеся регионалы, которые ховаются в парламенте от криминальной ответственности. Сейчас, за несколько месяцев, мы принимаем закон, который сейчас в Конституционном суде, скасуем недоторгальность народных депутатов и судов. Я уверен, что в тот же день, в тот же день, вся акция регионалов, которые сейчас называют оппозиционным блоком, моментально пьет из парламента. Причем самостоятельно, попробуем эмигрувать. Это самое главное. Я вам скажу, что при голосовании заявок есть доказы. А доказы очень простые. Когда голосовали за скасование недоторгальность судов на этом тижне, то оппозиционный блок не проголосовал. Не проголосовал за то, чтобы могли расследовать правы суды, которые принимали решения по авто и Евромайдану. Теперь, дозвольте, я продолжу дальше. Те позиции, которые были озвучены. Я коалюционный угод. Я за свой направл, могу сказать, направл судовую реформу. Вот знаете, коррупционер – это такая тварюка, очень цепкая, хитра и така талановита на выдумки. И ее викоренеть не так просто. Вот что по судам было? Мы приняли закон о восстановлении доверия к судовой владе. Что сделали? Звольнили всех руководителей судов. Потому что суды рассказывали, что нас заставил начальник судов. Мы не хотели, что нас заставили. Всех звольнили. Но начальники остались. Что сделали суды? Нет. Мы дали первое, за историю Украинского парламента и вообще владе, мы дали право судам самостоятельно на уровне самоврядувания, не уже за указанной Рады или президента, выбирать самим себе руководителей. Вы рассказывали, что вас мушают выбирать тех, кому вы доверяете. Что сделали суды? Вони в 80% обрали тех же керевников. Сказали мне, что это не будет. Приняли закон про иллюстрацию. Все суды должны пройти проверку. Что сделали суды? Верховный суд оскаржив до Конституционного суду закон про иллюстрацию. Пробуют, знаете, пропитлять у них. Не выйдет. Если они не хотят самоочищаться, мы будем очистить их примусово. Мы приняли в парламенте закон про право судов. Два законопроекти президента, парламенту. Откинули амбиций, приняли один законопроект, знайшли спільную мову, взяли найкраще. Что будет по факту? 9-ти тысячная армия этих корупционеров Мантя пройде проверку и переатистацію. Кожен судья, из районного до судей Верховного суду, пройде проверку. Пройде проверку. Пройду в Верховном суде. Первое, на что перейдуть переверку, на знание права. Знаете, сегодня частина судей не способна ответить на вопросы выпускника ОРФАКа. Причем не из теории державы и права іноземных краин, а из цивильного или господарского права, там, где они специализируют. Такие люди, потому что заплатили 100 тысяч долларов, для того, чтобы сдать испит, отримать место, бал и быть суддеем. Другое, на что, они пройдуть испит, всі. Другое, матеріальная ответственность. Судья пройде переверку на то, что... Вони отримуют фиксованную зарплату. А, знаете, у них яхты, машины, квартиры, по десятку квартир, как там суддей Господарского суду Вищего. Якщо є невідповідність, то має займатися прокуратура. Але точно така людина не має права працювати судей. Моментально він вилетает в посадку судей. Хорошо. А все-таки я хотел бы... Я вам про договор. Владимир Борисович, простите, пожалуйста. Про договор, конечно, хотите сказать. Простите, пожалуйста. Но у меня все-таки... Я знаю, что после перерыва вы нас покинете. Мы с вами так договаривались. А может, еще останется? Нет, мы ведь пустим. Посмотрим. Это от вас зависит. Это, так сказать, ваш коллега. Проведем заседание. Если короткое заседание в перерыве проведете. Но, во всяк случае, мы с Владимиром Борисовичем так договаривались. Я просто не буду вам мешать. Секунду. Я хочу вернуться к тому, с чего мы начали. Все-таки вы можете коротко и просто ответить? Когда будет вот этот самый закон, из-за которого блокировали? Ситуация на аргитуре. А, дивиться, он внесенный урядом. Когда будет принят, вообще же поставлен на рассмотрение, я не хочу сказать, что он будет принят. Когда будет поставлен на рассмотрение вот этот самый злополучный закон об внесении изменений в закон об акционерных обществах. Он внесенный урядом. Я его написал, согласно регламенту, на профильный комитет. Я говорю, чтобы профильный комитет не динамил. Можете его рассмотреть. И сразу он будет в тот же день, в ту же минуту внесен в закон об акционерных обществах. А все комитеты еще здесь? А, на следующий неделю. Я думаю, что мы сберем и комитет, и сберем и руководителей фракций. Для того, чтобы обеспечить участие в работе комитета, и приняли решение? Я ответил на ваши вопросы. Упродукт кількох заседаний, Володимир Борисович, вы не даете мне сбрехать. Упродукт кількох заседаний я вимагаю от вас, как главы Верховной Ради, невидкладно поставить этот закон на рассмотрение Верховной Ради. Вы посылаетесь на то, что нет решения комитета, вы его не ставите. А решения комитета нет, что комитет специально не собирается. Я хочу, чтобы наши глядачі зрозумели про эти законы, где мова. Мова идет про повернение до государственной власти, вкраденных у государственных активов, в частности Укрнафта, то что. Поэтому мы на полягаем. Члены твоей партии были на комитете? Безумовно, Альона Кошелева вчера была. Не была. Была. Одна из трех была. Шановные депутаты, можно запитать об этом главе Верховной Ради? Мы сейчас торкнулись, сами депутаты, про это требовали. Погано. Мы можем только пообъяснить, что он начнет на втором часе. Верховная Ради Мы снова в эфире. Мы это программа «Черное зеркало». Я ее ведущий Евгений Киселев и помогающий мне мой коллега Алексей Лихман. У нас здесь произошла небольшая смена состава. Юрий Луценко от нас ушел вместе с Владимиром Гройсманом. Остальные остались. Кое-кто добавился. Будем представлять их по мере того, как они будут включаться в дискуссию. Вот, кстати, вспомнили Жванецкого. Я хотел бы, так сказать, по порядку ведения собрания. Процитировать замечательный старого Жванецкого, такой кусочек. У него есть такая миниатюра искусства спора. Вот, в частности, он говорит, как надо спорить-то правильно. Поведение в споре должно быть простым. Не слушать собеседника, а разглядывать его или напевать, глядя в глаза. В самый острый момент попросить документ, сверить прописку, попросить характеристику с места работы. Легко перейти на «ты». Сказать, а вот это не твоего собачьего ума дело. И ваш партнер смягчится, как ошпаренный. Мне бы не хотелось, уважаемые господа, чтобы сегодня в нашей студии споры проходили в соответствии с инструкциями Михаила Михайловича. А вы о чем-то начали говорить перед перерывом? У меня конкретное предложение. Жаль, что нет уже председателя парламента. Это называется «Жаль, что вы не выслушали начальника транспортного центра». Да, не хватило времени. Но зато есть члены согласительного совета. Я думаю, что они могут это принять к сведению и реализовать эту инициативу. Я поясню, что я имею в виду. Затронули вопрос о работе парламентских комитетов. Потому что люди видят скандалы, конфликты, споры и принятие законопроектов на пленарных заседаниях. Они не видят, когда работают комитеты. А, к сожалению, те, кто интересуются работой парламента, знают. И вы упомянули этот инцидент с тем законом об акционерных обществах, которые так до сих пор не могут принять. У нас большая проблема, точнее у вас, у депутатов, большая проблема с работой парламентских комитетов. Была информация перед последней пленарной неделей, что не состоялось целый ряд заседаний профильных парламентских комитетов. Нет кворума. Депутаты не ходят на заседания парламентских комитетов. И вот у меня предложение было к председателю парламента и ко всем депутатам. Разберитесь с этим вопросом. Проанализируйте. Кто пропускает заседания. Несите какие-то дисциплинарные меры. Да, в конце концов, это тоже их работа. И я думаю, что надо, может быть, периодически заслушивать на заседании согласительного совета погоджевольной рады вопрос о работе парламентских комитетов. Потому что это одна из... Владимир, возможно, важнее намного оприлюднивать информацию о том, почему пропускают. Если блокируют работу согласительного комитета из коррупционных составляющих, да, с коррупционной целью, то, в общем-то, в принципе, это то, за что нужно наказывать. А не просто придавать огласки. Она должна знать своих героев, не только прогулщиков в пленарных заседаниях, но и тех, кто пропускает заседания комитета. Я вам скажу, не жилье, чем... Якщо дозволите, я очень коротко. От, коли комитет Жвані жодного разу не смог зібратися, незважаючи на четыре доручения главы Верховной Ради Тоди Торчинова, чтобы розглянути закон про люстрацию, это были очень показовые вещи. Сегодня комитет, между прочим, с правовой политики, отримал отзнаку, от руху «Відкрито», как комитет, который самый открытый, для участия общественности и журналистов в их работе. И, повертающись, знову ж таки, до закону... Это просто по сравнению с другими абсолютно закрытыми. Я могу ответить за свой комитет. У нас крайне... Мы неделями не можем получить информацию о работе некоторых комитетов. Слушайте, цей закон звучал сегодня в программе неодноразово. Давайте мы людям поясним, про что йде мова. Назвичайно важливый закон. Назвичайно. Державе повертається право приймати решения, щодо товариств, в яких вона є учасником. А сегодня в ней это право забрано. И хотя держава мает там величезную частку, но вона жодным чином не впливает ни на принятие решений про работу предприятия, ни на распределив дивидендов. А, извините, частка державы – это частка каждого украинского гражданина. И поэтому избавлялося право гражданина в участии в их властности. Я вам скажу так. Это вопрос рассматривалось на фракции Народного фронта. Одноголосно было прийнято решение підтримати данный законопроект. Одноголосно. Жоден депутат. Вы уже просто не первый месяц, все заявляют о поддержке этого законопроекта. Но результата нет до сего. Дело в том, кто как работает. Я могу сказать гарантию, что Комитет по противодействию коррупции за все время ни разу не было, чтобы не было кворума. У нас такого не бывает. Мы ходим для того, чтобы… У нас такое бывает. Более того, у нас постоянно… Борислав, а вас боятся просто, потому что вы такой человек. У нас очень нечезаренные люди. Но я могу вам сказать, что у нас есть проблема. Девчон, у нас реальная проблема. Вот, например, мой законопроект сейчас лежит под сукном в одном комитете, который должен дождаться, пока придет выставок от Кабмина. Кабмин не хочет принимать этот законопроект, несмотря на то, что этот законопроект наполнит бюджет. Есть такая проблема. Есть. Он лежит под сукном. То есть саботирует не только Кабмин, но и Кабмин. Сейчас расскажу. Более того, его саботируют для того, чтобы принять альтернативный законопроект, Подготовить. Правильно. Подготовить и зарегистрировать. Чтобы завалить этот законопроект. Правда, но... Кабмин, не обвинение, но и Ремарка. Это ваш Кабмин. Это вы его диригировали. Что же за парламент? Без интриг, без борьбы. А это же интриг. Без интриг. Это называется лоббизм. В чем мы не знаем? Этот лоббизм на сегодняшний день надо выкорчевывать. Потому что один законопроект никто не хочет проталкивать. Потому что он не выгоден кому-то. Мой законопроект, потому что кто-то хочет альтернативный, который им выгоден, а не государству. И проблема заключается в том, что комитеты становятся манипулянтами для продвижения законов. Вместо того, чтобы принимать законы, некоторых депутатов мотивируют, чтобы они не пришли на комитет. И вот это самая большая проблема. Вот, между прочим, сидящий рядом со мной представитель Вашингтонского обкома громким шепотом, с возмущением сказал, как же так можно выкорчевывать лоббизм. Да? Я хочу вам представить Ариэля Коина, который раньше у нас часто бывал в программе с помощью телемоста из Вашингтона. Но вот обком приехал к нам с инспекцией, ну не надо, а то люди подумают, что действительно с инспекцией. Я, во-первых, ужасно рад здесь быть. Проверить работу. И живьем, конечно, гораздо более интересно, чем через скайп. Ариэль, между прочим, родом с Украины. И с Крыма. Да, с оккупированных территорий. Но, к сожалению, в Ялте, в английской школе было освобождение от украинской мовы при советской власти. И я... Это кто хотел? Это кто хотел так? Нет, нет, нет. Это не безыдно. Нет, вообще не было. У нас был английский вместо украинского. Вы надо уже говорить, мы вас научим. Да, мы научим украинский. Спасибо. Поэтому, я разумею, но не размовляю. Значит, лоббизм это такое же природное свойство политики, как любовь мужчин и женщин. По согласию Конституции Украины лоббизм запрещен. Ну, значит, надо менять конституцию. Да, ну, где-то. Нет, нет такого. Нет, нет такого. Лоббизм должен быть цивилизованный. Да. Он должен быть прозрачный. Когда член Конгресса получает какие-то деньги от кого-то, это все записывается. И любой человек может войти через интернет и посмотреть, кто кому что дал. И тогда понятно, что если от компании такой-то получили миллион долларов, значит, он... Это... Но другие должны понимать, откуда растут ноги. У нас это точно не в парламенте, но в нашем парламенте... У нас это точно не в парламенте, но в парламенте, кто это платил. Товариство, я мовчал всю первую половину. Дивите, насправді, лоббизм, напевно, неможливо укоренити. Питание в том, в чих интересах лоббизм. Да нет, у нас есть взятки, у нас есть. Ну, ясно, я... Я маю на увазі інший момент. Что от, коли треба, на мой взгляд, абсолютно неправильное решение, например, 15% оподатковать пенсии пенсионерам, то приходит уряд, кажут, ломают парламент, голосуйте, Украина гине, треба проголосувати и так далее. Але коли треба проголосувати, и даже блокирование трибуны сегодня сранку было, чтобы нарешті бюджетные деньги пошли, дивиденды от компаний, так, державных, то тут нема такого, что вот, Украина гине и так далее. Ну, вот та же самая закон про акционерные товариства. Нема этого. То есть, это тема забалакается, комитет вырешит. Да что там вырешивают? Уже три месяца про это все говорили. А когда треба, да, ну, послушайте, комитет миллион пятьдесят тысяч раз принимал решение. Это делается, потому что тут есть интересы конкретных олигархов, которым это не выгодно, а с людей можно же остальную шкуру дерти, и это же никто не будет после этого проблем, как вважают дехто. Хотя на самом деле это абсолютно неправильно. Так вот, если говорить про эту сегодняшнюю ситуацию, то мы должны понимать простую вещь. Вот говорилось на Майдане, про то, что минулая влада, это абсолютно правильно, я это говорил и буду говорить, она крала миллиарди, она весь влочинные схемы робила, вводила гроши в офшоры и так далее. Питание. За этот период, когда уже другая влада и так далее, у нас конфискован хоть какой-то бизнес, который занимался отвертой коррупцией, у нас посажены хоть один олигарх, у нас есть хотя бы какой-то закон, который хотя бы минимально вводил хоть какие-то обмежения на вывезение грошей в офшорные зоны, хотя, например, «Свобода» это пропонувала, навіть разглядать не захотели. Питание есть, этого нет. В соответствии, да, какие-то вещи там есть, не можно сказать, что вообще ничего не принимается, но ключевые вопросы не делаются. Надо понимать, что никаких реальных реформ в Украине не будет, пока не влада не начнет свариться с олигархами. Андрей, и не просто констатировать, а сразу рецепт, а что делать? Конкретно, вот этот закон, который сегодня был, его нужно голосовать сегодня. Это был показатель того, что есть реальное намагание действовать в интересах людей. Это первое. Другое. Мы пропонуем от свободы. Когда началась война, мы были введены в военный избир. А по регламенту можно было голосовать без решения комиссии? Послушайте, у нас бюджет принимается, в общем, голосу. Можно, да? Поручите своего регламенту. Голосует парламент за порожний бланк, а потом через два месяца подается реальный бюджет. Так что, послушайте, в парламенте можно все, что угодно. Было бы желание. В общем-то, нельзя, но в случае и вывезти. Питание о другом. Я останнюю тезу, которую я хотел сказать. Вот, смотрите. Когда мы говорим про сегодняшнюю работу парламента, и, например, такий простой речь, как кнопкодавство, которая была абсолютно одним из знаков минулого парламенту, тогда месяц блокировалася трибуна, тогдашнюю опозицию нами в минулому парламенту, чтобы этого не было. И вот, смотрите, на заседании Комитета правоохранного вопроса законопроекта нашего Свободовского о том, чтобы вести криминальную ответственность за кнопкодавство. Этот законопроект был полностью провален этим Комитетом. При том, что это была точная копия законопроекта, которому в минулом скликании был поданный «Тягни боком, плечком и яцеликом». Но вы же слышали, что в прошлом части спикер Гройц нам пообещал, что наказание введут все-таки в регламенте. Ну так, парламентский комитет провалюет эти законы, его не принимают. И когда кнопкодавство, вот знаете, были бейки в парламенте. Я против бейок в парламенте. Ну, хотя, когда были партии регионов и коммунистов, и они вводили диктатуру, то это был единственный выход, так, возможно, и нужно было это делать. А можно, чтобы закрыть тему всяких инцидентов, которые были на минувшую неделю. У меня есть вопрос от народного депутата Ольги Черваковой, которая просит меня задать. Когда почините или сами, или вместе с Мельничуком тот самый пресс-поинт, Олег Вячеславович? Это вопрос кому? Вам? Тогда я Олег Валерьевич. Олег Валерьевич, простите, это я обговорил. Что касается пресс-поинта. Да. Хай его ремонтуют за гроши тушки Мельничука и за гроши олигарха Еремеева, который покупает тушок. Если они по 200 тысяч долларов платят, чтобы депутаты, которые прошли от одной партии, приходили до другой группы, значит, на пресс-поинт гроши вистачит. Мает и вистачит. Винстон Черчилль, легендарный британский премьер, когда сказал, что бла-бла-бла всегда лучше, чем пів паф. Вот парламент для того и створен... Вот украинский парламент, как и будь-який другой парламент, и британский, и американский, созданный для того, чтобы не засобами оружия, не засобами войны, а словом, аргументами, переконаниями доводить свою позицию. Что касается закону про Укрнафту. Я хочу напомнить всем глядачам, которые присутствуют в этой студии, вспомнить, кто был инициатором этого закону. Я. Почему? Потому что я считаю, что государственная властность, которая разкрадена олигархами, и не только Укрнафта, надра, ресурсы, заводы, пароходы, все мает быть повернуто до государственной властности. И когда мы говорим про властность, которую разкрали украинские олигархи, у нас еще одна властность в Украине, которая належит российскому агрессору. И, несмотря на то, что у нас война, на украинском энергородском рынке сидит российский олигарх Герри Горейшин. В Украине работают российские банки, российские страховые компании. У Крыму у нас забрали все на десятки миллиардов долларов. Когда мы предлагаем национализировать российское маяно, нам говорят, что это плохой сигнал инвесторам. А я считаю, что российский агрессор не имеет права вимивать из Украины деньги. Очень простой пример. В Украине действуют две большие лотерейные компании, которые десятки миллиардов вытягивают из наших лохов, которые покупают эти лотереи. Куда идут эти деньги? Они идут деньги на финансирование сепаратистов и террористов. Я питаю, почему российские компании до сих пор работают в Украине? Мы требуем санкций от мира, от Европы, от Америки. Водночас мы позволяем российским компаниям, российским олигархам Григори Шиним и другим працювать в Украине. И вместо того, чтобы поддерживать собственного производителя, собственных шахтарей, собственного гилья, министр Демчишин, энергетики, даёт команду закрыть 12 гильных шахт, 20 тысяч шахтарей волинских, львовских, остаются без работы. Мы покупаем гилья в России. Мы за российское гилья платим 2,5 тысячи гривен, а собственным шахтарям платим по 1300 гривен. У меня вопрос, что мы можем российскому агрессору платить по 2500 гривен? Почему мы не платим волинским, львовским, павлоградским и донецким шахтарям эти деньги? Если мы покупаем у российского агрессора электроэнергии по 10 гривен за киловатт, почему мы в украинскую энергетику не можем возмущаться громче, вас микрофон всегда открыт. Что мы хотим об этом ремонтах? Что мы хотим, чтобы вы нас дремол? Мы полыни по чеснему и степени. Вы не понимаете. Законки, вы не понимаете. Я в том, что там тоже будут брать те процедуры. Тишины. Когда все начинают говорить, я вас уверяю, можете потом в записи посмотреть на нашем сайте, не понимают, не понятно ничего. Одно секундочку. Просто я уже обещал дать возможность данное конкретное выступление прокомментировать господину Коину, который здесь был в Киеве, уже не первый день находится. У него там есть масса впечатлений, насколько я знаю. И в частности, он принимал участие в конференции, посвященной вопросам энергетики, где было много чиновников украинских, высоких достаточно руководителей. Правильно? Пожалуйста, Ариэль. Я хочу поблагодарить господина Лешко за то, что он привнес такую болезненную тему, как энергия. Потому что кроме самой войны нет ничего более важного, чем энергетическая независимость Украины. Украину Бог наградил ресурсами и углем, и построили ядерную индустрию, и есть и нефть, и газ. И убивать домашнее производство, внутреннее производство, особенно газа, облагать этот сектор гораздо более высокими налогами, чем сейчас. Когда на конференции института Адама Смитона, на которой я выступал, как раз по вопросу энергетического баланса Украины. И я этим занимаюсь много-много лет. Я занимался и Казахстаном, и Азербайджаном, и Украиной, и Россией, и так далее. Это нонсенс. Когда страна воюет и будет платить. Ну, вы можете себе представить, что Советский Союз, когда воевал с Германией, продолжал бы покупать в Германии сталь. Или моторы, или еще что-то. Это полный нонсенс. И те деньги, которые сейчас будут уходить Газпрому за газ, или уходить еще кому-то за уголь, они либо могут идти в ту же там Южную Африку, Америку, Австралию за уголь, потому что там конкурентоспособный уголь. Они могут идти за газ, привозить жиженый газ в Европу и прокачивать его через интерконнекторы в Украину или еще куда-то. Ариэль, а какие у нас выходы? Мы за несколько дней и источники не найдем. День рейвов с газом. Ребята, было 23 года, когда это все нужно было готовить. Я чувствую себя попугаемым. Но не сделано. Я 20 лет на конференциях говорю, что Украина должна выстраивать энергетическую независимость, потому что это энергетическая безопасность. Это очень сильный задний момент. Что? Я не задний, я 20 лет вперед. Мы, мы, мы. Дмитрий Андреевский просит слово сделать. Я хотел по закону. Я уверен, что этот закон это такой тест на способность парламенту по... Это какой? Это закон про акционерное товариство. То, что фактически будет стосоваться наибольшей такой проблемой это по Украинской области. Я уверен, что это тест на способность парламенту защищать интересы Украины. Но я уверен, что мы должны понимать, с кем мы там имеем справа. Поэтому процедуру нужно было вытремать. Это обовязково. И комитет потребен, а на наступном митричном комитете проработируют. Вы же сами говорили. Я бы хотела продвинуть по энергетике. Очень важная тема. Очень можно? Да. Очень важная тема по энергетике вы затронули. Я абсолютно поддерживаю вас, что в парламенте не может не быть лоббизма. Потому что главное, чтобы этот лоббизм был подписан фамилией, чтобы можно было дальше проследить и нести ту ответственность политическую, что ты провел. Вот это вот самое важное. Не только на эфирах кричать, что я там за всех. Вот что касается энергетики. Спасибо вам, что мы снова имеем возможность поговорить профессионально, а не кричать. Меня интересует один вопрос. Вы эти все 20 лет видели, что никто не хочет ничего делать, только потому, что на этом все зарабатывают. Я ровно полтора года говорю, начинала это, я говорила, в этой студии год назад, что в том тарифе, в старом, 40% монополист воруют. Я завела человека к премьеру и показала, где, как и сколько воруют. Вы думаете, что-то изменилось? Ничего. Тариф возрос в несколько раз. Скажите, какой идиот мог сегодня предположить, поставить норму отопления дома 200 метров кубических на месяц, когда минимальный экономичный котел при теплой зиме потребляет 300. То есть, вы понимаете, это геноцид. Это даже не профессиональность. Это специально так сделано. Мало того, я прошу прощения, мало того, вы знаете, что я не могу уйти на альтернативу. Если я хочу в доме поставить котел, мне не дадут в квартире. Я должна уговорить весь дом. Это все делается обложено таким административным важелями такими, для того, чтобы никто не мог этого сделать. Как бы вы не хотели, сэкономить вам государство не дает. Пока не дает. И пока оно вас дует. Газа, которого достаточно мы добываем в Украине для населения, можно было не повышать годовой цены. Стало падать производство газа. Будет под налогом в 55% для частных компаний, 70% для госкомпаний не будут вкладывать деньги в бурение. А вы скажите самый важный момент, что последние три месяца Кабмин принял решение, вы же знаете, у нас антимонопольного комитета год нет, да? Кабмин принял решение, что все должны покупать газ только у нафтогаза. И все компании, которые добывают в Украине национальные газ, сидели и говорили, а у нас никто не берет газ. Я хотел бы напомнить, как несколько лет нас национального премьер-министра был в оппозиции. Тебе стоят, что вы не говорите. Триста, чтобы это не было. А дальше, что вы не говорите. А сейчас, по-моему, на сырье мы сделали и 800. Одну фразу, минимальная цена на любое сырье будет при конкуренции. Вы откройте рынок, вы откройте рынок, а если нет монопольного комитета, и вы не можете субсидировать ни производителя, ни населения, а точечно можно малоимущие слои населения. неизвестного и неизвестного и неизвестного Извините, маленькая ремарка в тему, Борис Пав напомнит, слова я ценю. Я хочу вам сказать, Савелик Владимирович, у нас в Украине точка зрения зависит от точки сидения. В зависимости от того, где ты находишься. Я хочу этой аудитории зачитать две фразы одного и того же политика. А вы просто не угадайте, кто это был. Итак, в листопаде 2013 а зараз заявил про подвищение тарифов на газ. Так нехай вам расскажите правду. Населено споживает 18 миллиардов кубов газа на рік, а вы добивали 20 миллиардов. Каждый из вас должен получать газ в собственном правительстве, вартость которого 70 долларов. Но этот газ вам не отдают. Его продают по 300-400 долларов, а разницу кладут в свою кишеню. А сейчас, в сентябре, мы слышим, что мы обязаны платить реально рынковую цены за энергетические ресурсы Украины. Именно поэтому мы поднимаем до рынкового уровня все энергетические цены и тарифы для населеня. Арсений и Яценюк. Может, газ у нас закончил? Я перепрошу, у нас присутствуют в этой студии представители коалиции. Пусть они отвечают на это вопрос. Это они голосовали за этот порядок первого раза, другого раза. Я думаю, что сегодня, когда Тимошенко вышла, когда к ней обратились журналисты после выступления Гонтарева, она сказала, не только вопрос главы Национального банка, я думаю, что коалиция в ближайшее время соберется и будет говорить о ротации правительства. Мы видим очень серьезную ситуацию, для вас, наверное, это будет шоком, потому что у меня недавно были эксперты по энергетическому рынку с Англии, они говорят, госпожа Куржель, а как вы говорите, можно украсть тариф по 40%? У вас же есть НКРЕ? Я говорю, да, правда, есть НКРЕ, только половина НКРЕ принадлежит одному монополисту, а половина второму. И поэтому у нас вот такие тарифы. А потом дальше маленькие воры покоммунальные, которые дают тепло и воду. Это серьезная ситуация. Вы абсолютно сказали конкретную фразу. На сегодняшний момент, когда у нас не профессионалы, когда у нас начали главное, чтобы знал английский язык, а они знают, что такое энергетический баланс. Это серьезно. Это серьезные вещи, мы должны говорить о том, что нам нужно брать профессионалов, камикадзе, не камикадзе, но человек, который должен стараться. политикам, потому что им нужен эффективный диалог с избирателем простых. Так это вам в частности тоже нужно спасибо говорить наших депутатов. Безусловно, но для меня главным объектом является избиратель. И я сегодня был на одном круглом столе, где собирались исключительно специалисты в области информации, информационной войны. И я заметил, что в стране даже среди специалистов появились определенные такие устойчивые мемы. мем это ну такое стереотип, миф, утверждение, да, в котором сижу. Первый мем, который живет вот бесконечно среди политиков, это непопулярные реформы. Непопулярные реформы, камикадзе, тот, кто делает реформы. Друзья мои, поверьте мне, я абсолютно не верю в этот мем. Если реальные реформы начнутся, то они будут супер популярными. Что непопулярного в реформе, когда уничтожат, когда, например, уходит с энергетического рынка монополизм. И когда один маленький городок, например, объявляет тендер, как, например, это происходит в Литве, в Каунасе, тендер на поставку газа. Те, кто хотят, тот поставляет, потому что конкуренция рождает понижение цен. Абсолютно правильно. Совершенно верно. Сделай эту реформу, и ты в этом городе будешь супер популярным человеком. И сегодня вопрос о тюрьме популярных реформах. Второй, вторая вещь. Любой человек, который начинает говорить и критиковать политиков, правительства, это агент Путина. Нельзя делать. Это сейчас так. Я, абсолютно верно, невозможно прийти и сказать, друзья мои, вы ничего не делаете. Вы, кстати, я не агент Путина. Второй момент. Подождите, Сергей, я не понял. Это вы всерьез, или вы ироничите? Вот только что была тема от ушедших. Третий Майдан, друзья мои, авторы Третьего Майдана не Путин. Автор Третьего Майдана украинские политики, которые заигрались у нас во время выборов. Есть такой термин штабная болезнь. В мирное время ее называют кабинетная болезнь. Я очень часто это наблюдаю, потому что у меня... А что это за болезнь? Сейчас объясню. У меня очень счастливая возможность. Я политиков вижу и в кабинетах, и в штабах. И мне приходится идти в поле, как мы говорим, так? В поле это куда? Это когда общение с избирателями. На улице. Штабная болезнь это когда они не выходят дальше штаба. Иногда бывает, что политики ведут так избирательные кампании, что в штабе им кажется, что они все выиграли. А потом происходит страшный день расплаты, когда приходят избиратели и голосуют совсем не так, как они думали в штабе. Точно так же происходит в кабинетах. Вот сегодня первая часть программы была о том, какие процедуры, кто с кем, кто хороший спикер, кто нет. Ребята, выйдите в поле. Там резко падает рейтинг двух основных политических сил, которые выиграли. Падает невероятно, по простой причине. Потому что то, что происходит в парламенте, никаким образом за целый год, за три месяца, это колоссальные сроки, не связаны с реальной жизнью. Ничего не поменялось. Я, например, избиратель из категории предприниматель. У меня свое небольшое рекламное агентство. Ничего не поменялось. Ни в налоговой, ни в отношении. Ни в зарплате. Ни в чем. Сергей, Гирише, Гирише. Говорят, что 9 законодоров вместо 22 на самом деле стали гораздо тяжелее. Как бы никто не рассказывал, как классно мы провели ту процедуру, достигли этого. Если не будет реальных изменений в реальной жизни и достаточно быстро, все это уйдет в никуда. И на следующих выборах снова придется совершать CDK при технологии. И это правда. Сергей, скажите, это можно бесконечно, а вот по мемам можно бесконечно. Например, к вам вопрос. Сергей, скажите, а ведь это ведь вы фактически идеолог программы Народного фронта. Нет. Не по-другому. Нет. Это вы идиолог? Нет. Друзья, не надо жить с теоретиками. Смотрите, они должны сказать, я по-другому скажу. Хорошо, переведу на русский. Ведь вам должны сказать спасибо за результат. Это ведь ваша гениальная идея страна выбирает премьера. Я был один из большой команды. Окей. Так почему же это? Да, да, да. Секундочку. Сергей, ну мы ведь понимаем, вы действительно придумали гениальную компанию. Я действительно хочу вам сказать, я признаю это. Вы действительно придумали гениальную компанию. Вы придумали гениальный слоган страна выбирает премьера. Это Юля придумала еще несколько лет назад. Они позаистовали. Почему? Модернизируем. Скажите, почему политсила, которая обязана фактически вам достаточно сильно тем, что она собрала такое количество голосов, не слышит вас, когда вы сейчас говорите рациональные вещи? Контракт закончился. По-новому. Я думаю, это по-другому. По-другому. Я в последний момент могу вам подать. Я правильный ответ буду. Он звучит так. Когда экспертное сообщество, вот, например, представитель для меня экспертного сообщества из США, предлагает простые ясные решения. Сделайте вот так вот. Увольте, например, налоговую милицию. Сделайте, как в Грузии. Знаете, сразу какой мем от политиков? Это популизм. Это популизм. Сергей, давайте я за вас отвечу. Вы им выборы выиграли, больше вы им не нужны. Я сам себе призначил на начале программы адвокатам-глядачам и я сейчас вижу, что снова никто не дает про глядачам, а все начинают объяснили, кто кого провел в парламент. Я уверен, это глядачам не так интересно. Я хотел бы обратить чисто по-журналистски уважаю на один нюанс. Постойно против нашей программы сегодня згадывается закон про акционерные товариства. Згадывается Укрнафта. Згадывалось иншее предприятие Укротпром. Еще низко. Ну, рідше. Никто не говорит, про что на самом деле идет. Почему никто не говорит про то, что мова идет про возможность того, чтобы олігарх, который, умовно скажу, может завести в формально державное или на певдержавное предприятие своих менеджеров, которые явно есть государственными. Если я о чем померяюсь, нехай, то он насправді может смикать за ниточки и керувать формально державным предприятием в своих интересах. В данном конкретном случае, я дополню, идет речь о миллиардах долларов, которые могут наполнить украинский бюджет. Один и один и миллиардах. И что закон, который должен быть принят, он должен поставить певные стены. Почему никто не называет того же Игоря Коломойского, другого Рената Ахметова, которые этим добавляют. Ну и еще низко людей. У меня есть пропозиция. Пан Ляшко Гордо назвал российского олигарха Григоришина, он был правильным. Олександр, он не назвал. Олександр, 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 Дмитрий Андріївский прямо сказал, что панове нужно дотримать процедуру, потому что мы знали, с кем мы имеем справа. С кем мы имеем справа? Я не помилился, когда я назвал этих людей. Олександр, так давайте, если мы говорим, давайте говорим о всех олигархах, о Коломойского, о Ахметова, о Фирташ, о Львочке, о Суркесе, о Григоришине и о всех других олигархах. Олигархи на одному каналі обговорить одних олигархів, на іншому каналі інших олигархів, а я говорю, что олигархичный лад в Украине это зло, где зависит от прозвища этих олигархов. Подождение, что, у всех что отобрать и поделить? Нет, не отобрать, потому что есть Конституция, которая предупреждает, что приватная власть священная и недоторканная. И радикальная партия не будет инвестора, не будет справедливого правосудия, не будет грошей и так далее. Но если пограбовали страну, до речи, один из олигархов тут не названных, президент Порошенко, тоже олигарх, и так же использовался социальным правосудом. Водновлювать социальную справедливость. Украв, выпив, тюрму. Если продолжить думку, про которую говорил пан Сергей, про те, что оцю меми и так далее, то насправді треба продолжить эту думку. Что результат того, что абсолютно політики по дегархизации не происходит. И, кстати, если сравнивать с 2005 годом, после первого Майдана, то хотя бы Кривореж Сталь повернули, и хотя бы что-то в этом направлении было. Тут вообще ноль. Навпаки, тысячи государственных предприятий хотели вообще отдать на войну за беси. Но свободами тогда остановились. Так вот, хотел бы сказать следующее, что де олигархизации нет, люстрация фактически провалена, особенно в правоохранных структурах. Реформи не происходят, и который может быть страшный. А страшный последок может быть уже на местных выборах через полгода, когда, как минимум, половина Украины, если сейчас кардинально ничего не начать изменять и не выполнять программу Майдана, может, не дай Бог, перемогти прокремлевская пятая колона. И это уже будет просто катастрофа для государства. И вот сейчас должны быть все силы, чтобы этого не допустить. Иначе это будет просто развал краины. И это просто не развал. Что у нас там с законом иллюстрации, которые должны были привести в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии? Дайте автору микрофон, да? Да, Александр, я вам заберну. Так и что? Вроде того, уже и срок вышел. По-моему, до 1 марта просили венецианцы. 19 числа відбудется рабочая группа в Венеции, 20 числа відбудется заседание Венецианской комиссии. Весь этот час мы разом с представителями и экспертами Венецианской комиссии работали над этим законопроектом, будем присутні на заседании, я особисто, министр юстиции, другие авторы и представители Украинского парламента будут присутні на заседании Венецианской комиссии. Мне кажется, мы порядковали все вопросы, которые у нас возникали как розбежности и очекуете на решение Венецианской комиссии 20 числа. От районных администраций до администрации президента и министерства они проводят сегодня в прокуратуре в миссии и будет ли? Чтобы вы понимали, насправді ктось очекает, что будет коррекция в частину полегшения. Ничего подобного, будет как раз навпаки. Мы там расширяем полу тех осіб, которые подпадают под люстрацию, потому что часть из них была втрачена при работе над первым вариантом. Это касается и государства, и компания. А какие были висновки Венецийской комиссии попередние? Что запропонировали Венецийская комиссия? Главный висновок Венецийской комиссии. Люстрация, она, знаете, европейцам не очень нравится, потому что это не совсем притаманная для них практика. Но они проанализировали вместе с нами ситуацию в нашей стране и дали нам основный аргумент, люстрация это право украинской державы. Венецийская комиссия и Европа визнает за украинской державой это право визначать самостоятельно. Но то мое право будет на державной посадке. то мое право будет на державой Сейчас начинается люстрация сиевской прокуратуры сиевской. тысячи тысячи людей когда приехали представители венецианской комиссии я расскажу действительно они были настроены несколько скептично для того чтобы они оценили зачем Украине нужна люстрация мы повезли их в Межигорье после того что они увидели там и спросили этим действительно владел ваш президент мы говорим да и это все было и это говорит секундочку это все было его да а сколько он зарабатывал мы говорим вот столько и тогда глава этой делегации глядываясь по сторонам сказала потрясающую фразу what's a fucking shit у меня проблема по последям нужно было и когда мы вернулись в Киев когда мы вернулись в Киев она сказала этот закон действительно затрагивает некоторые права человека более того этот закон надо дорабатывать но Украине этот закон необходим и я спросил скажите пожалуйста а какие будут выставки венецианской комиссии председатель мужчина он приезжал представитель женщина не надо президент мужчина он приезжал и все четко сказал приезжало 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 три человека приезжал из Грузии итальянский и танцург так вот когда они приехали они заявляют одну фразу ваша задача довести до конца ваше начинание и вот это главный месседж дождемся 19-го посмотрим что там будет дождемся я зараз озвучу одну новину новину тоже слышу пару слов просто чтобы вы розумели наша иллюстрация это детский лепет по сравнению с тем что было в Сингапуре в Сингапуре провели иллюстрацию в Сингапуре провели иллюстрацию за которую визначили что если разница между заплатами и заработной платой в 20 раз в рост они расстреляли несколько десятков и на этом коррупция в Сингапуре закончилась это не менее коррупована страна в мире и послушайте новину чтобы вы понимали что такое украинское судочинство я прочитал в интернете судья Голосиевского суду приняла решение отмолила прокуратуру в выбране запобежного захода о суде Вовка того из которого мы взяли недоторканность и сподевали что его арестуют так вот Голосиевский суд не дозволил арестовать судью Вовка а я вам нагадаю судья мы путаем две большие разницы как говорят в Одессе коррупция это коррупция есть уголовный кодекс уголовный кодекс должен наказывать корруппированных судей депутатов директоров политическая иллюстрация политическая иллюстрация это то чтобы в Украине не дай бог никогда не произошло то что на днях происходит в России Перм 36 в лагере в лагере был музей жертв ГУЛАГа сейчас непонятно кто непонятно как этот музей неправительственную организацию закрыли и открыли там извините музей вертухаев музей охраны как тяжело было охране охранять и убивать заключенных гулага мне как внуку расстрелянного Сталиным человека это вот извините как ножом по сердцу это распространение мемориал единственная общественная организация в России которая хоть как-то хоть что-то без особой господдержки делала для увековечивания памяти погибших от рук Сталина и большевиков таких как жертвы голодомора в Украине как мой дед и так далее и так далее они мемориал сейчас начинают расследовать как там не знаю иностранного в общем пытаются его закрыть почему потому что переписывается история и переписывается история почему потому что не было люстрации почему чекисты могут оставаться во власти потому что не было люстрации и политическая люстрация давайте это пусть там Венеция говорит что это любая страна которая прошла кровавый пресс большевиков должна через это пройти И обратите внимание, я закончу сейчас. Те страны в Центральной и Восточной Европе, в которой иллюстрацию сделали четко, Чехия, Германия, Эстония и так далее, они развиваются нормально. Те страны, где это дело заныкали, там все не так просто. Спасибо. У чьего была наша ошибка, я уверен, стратегическая ошибка после революции? Вот ли они сейчас на ВИФА, что судья Голосеевского суду отказался взять под арешт Волка? Знаете почему? Потому что правильно ты, Андрей, говоришь, это попытка реваншу. Потому что они видят, что нынешняя влада слабка, потому что они рассчитывают, что недобитки регионалов завтра повернутся до влады. И это была большая ошибка после Майдана. Загадайте, когда Янукович пришел до влады, он Юлю посадил, Луценко посадил, он всех посадил. А мы им дали возможность прийти к парламенту, отримать депутатские мандаты, мы с ними змовились, а те, кто с ними змовлявся, мы им дали возможность далее быть при владе. И поэтому я наполягал и наполягаю, что партия регионов, комунистичная партия, мают быть заборонены, идеология есть, мают быть заборонена. Мы пропонуем до закону про люстрацию норму, яка предпочала всех, кто голосовал за законы 16 сечня до конца жизни заборонить обиратись куда угодно. От сельской ради до Верховной ради. У нас остался один человек, который уже второй час пытается взять слово. Александр Аранец, депутат. Депутат, 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 депутат. Спасибо за аплодисменты, давайте экономить на них время. Мы переходим к заключительной части программы «Черное зеркало». Мы прервались в тот самый торжественный момент, когда Александру Аранцу, который два часа ждал возможности это сделать, предоставил слово. Пожалуйста, что вы хотели сказать? Спасибо, что вы наконец-то дали слово. Ну, на самом деле, я впервые на этой передаче и могу сказать, что тут, я, кстати, и не смотрел никогда, я могу сказать, что тут говорить одновременно про все и не про что. Но я считаю, что следует обратить внимание общества на то, какие загрозы сейчас есть перед обществом. Вот скажите, пожалуйста, что знает общество, что на данный момент есть большая загроза реваншу? Конечно, все сейчас говорят, что, на самом деле, мы видим дежавю 2004-2009, когда демократические партии между собой сварятся, что-то там принимают, что-то не принимают, створяют видимость реформ. А, на самом деле, загроза от приходу новой пятой колонны, ну, на данный момент, это партия опозиционный блок, она очень сильно увеличивается. Закритие соцопытывания, говорят, что у них зашкаливает рейтинг, реально зашкаливает рейтинг на певдень, на певночь, понимаете? Поэтому мы должны смотреться, мы должны смотреться, мы должны смотреться в корень проблемы. А корень проблемы полягает в чем? Что-то, банально, эта коалиция имеет 300 голосов, поверх 300. А какие законы, какие-то, 2 миллиарда гривен, про Укрнафту, они не могут принять. Так 300 штыкиует. Давайте посмотрим, почему. А мы понимаем, почему, потому что Андрей Иванчук, который, фактически, правой рукой Арсения Яценюка, он и бизнес-партнером Коломойского, понимаете? А что Коломойский? Коломойский позволяет себе на всю страну заявлять, что он никогда не выплывет дивиденды в стране. Понимаете? Давайте я немножко перебью. Андрей Иванчук – это одна людина. Я вам позицию фракций Народного Союза. Я вас не перебиваю, потому что Андрей Иванчук – это его бизнес-партнером. Поэтому не нужно. И именно Андрей Иванчук блокирует проходжение законов в своем комитете. Давайте будем отвертимы. Я, например, так, как простой, ну, сегодня, ну, водитель, да? Звучайный, пересечный. Вот сегодня я дивлюсь заправки Укрнафта. Там диспал… Ну, я уже мучу про то, что… Я уже мучу про то, что заправки Укрнафта заправляют украинский бензин. Это вы хотите перейти к вашему посту на Фейсбук, да? Я уже не говорю про то, что это украинский бензин, и он должен коштовать, ну, он не должен расти за курсом доллара. Это уже я мучу про то. Но вот, смотрите, сегодня волонтеры, армия, селяны, они же заправляются дизелем, да? А в Коломойске на заправках дизель коштует на 2 гривни дорожче, чем, скажем, бензин. То я не понимаю, это он хочет просто нажиться на людях, я не понимаю, это только такой маленький приклад того, что у нас есть дежавю 2004-2009 годов. Если мы не припинем, если мы не будем работать нормально, тогда мы дальше получим оппозиционный блок, и Путин… Мы делаем такие шаги. В изменении в бюджет две приняли поправки Баткевщины. Первое. Тихо кто-то в декабре уменьшил коэффициент налогообложения железной руды. Убрали восемь. И второй, для Амиакопром, это монополист, тоже воровалась рента. На сегодняшний день увеличено в 4 раза, весь парламент проголосовал. Мы идем, это действительно очень сложно. Я буквально последнюю фразу скажу. Вы задали вопрос, почему надо бороться с олигархами? Меркель сказала перед выборами парламентскими, Украине впервые в жизни вообще-то кто-то из политиков внешних об этом сказал. Украине после парламентских выборов придется бороться с олигархами. Об этом говорила и Тимошенко все время. Все как-то это не воспринимали. Там, где есть олигархат, никогда не будет конкуренции и никогда не будет общество освобожденное от коррупции. Потому что они покупают чиновника, потому что они будут покупать партии и они будут покупать решения. Поэтому наша задача с вами, в первую очередь, правильно говорили, мы спутали две иллюстрации. Одну, которую понимают в Европе политическую, а наши люди, куда не приедешь, говорят, то что это такое? Голова райадминистрации сидит той, что и сидит, санитар той же самый, налоговик той же самый, и все, милиция той же самый, судья як брав, так и бере, и люди не понимают, что происходит. Понятно. Ваши мысли понятны. Я только хотел бы сказать два слова по поводу всего вышесказанного. Я хотел бы напомнить здесь присутствующим, что тот путинский режим, который сейчас возник в России, возник в том числе, и важным этапом строительства этого режима была борьба с олигархами. Мне бы очень хотелось, чтобы лозунг борьбы с олигархами не привел бы к борьбе с крупным капиталом, с собственниками, к переделу собственности. Это раз. И второе, господа, мне очень режет слух слово «пятая колонна». Вот «пятая колонна» — это термин из сегодняшней путинской России. Мне бы очень хотелось, чтобы эти слова в моей студии не звучали. Можно сказать, что «пятая колонна» — это просто не комфортно просил. Я позволю вам опоновать. Ну, смотрите, я перепрошу, конечно, вы, конечно, господин этой студии, правила ваши, но давайте возьмем, несколько дней в том, Харкевская областная рада, после Харкевской міськой рады, до речи, решение не вызнавать Россию агрессором. Ну, как это может быть? Ну, вот что это такое? Это не «пятая колонна»? Ну, мы не можем... Чем мы имеем на это очи? Одну секунду. Это решение... Одну секунду. Тоже вызывает у меня массу удивлений. Шановные коллеги, шановные коллеги, Ничего не могу сказать. Я понимаю, что у вас тут все представники одниєї точки зору с разными партиями. Я один представник оппозиционного блоку. Я понимаю, что мне... Мені еще раз взяти слово будет дуже важко. Можно мне декілька слів? Да ничего, часто говорите, я обращаю внимание. Ну, перестаньте. Говори, давай. Словом, вылезли. Слушай, Респира, давайте мы уважаем все развернуло. Оппозицию надо тоже уважать, потому что можно вскоре оказаться в оппозиции. Давайте не будем все же тратить время, у нас очень мало осталось. Доки мы не понимаем, что оппозиционный блок – это проукраинская политическая сила, за которую отдали свои голосы больше миллиона граждан Украины. Доки мы не понимаем, что не поважать оппозицию – это недемократичность в каких-то позициях. Одну секундочку, одну секундочку, вы так, ребята, послушайте меня. Вы так рассказываете про решение Харьковского областного совета. Вот давайте разберем ситуацию. Одну секундочку, одну секундочку, одну секундочку. Вот смотрите, Минские соглашения, на них были четыре гаранта – президенты Франции, президент Германии, президент России и президент Украины. Они являлись гарантами данных соглашений. Подписали, подписало данное соглашение? Кстати, не нашелся ни один человек из Украины, подпись которого бы что-то стоило, с одной стороны. И с другой стороны, чтобы ее восприняла та сторона, нашли Кучма, которого поливали все эти годы грязью, и Кучма подписал этот договор. С другой стороны, подписали… С другой стороны, а будут секундочку, одну секундочку, одну секундочку. Порошенко подписывал, вы говорите о втором Минске? Одну секундочку, одну секундочку. Они подписали, они подписали, как гаранты, наш президент, наш президент, не говорите глупость, наш президент не подписывал ничего с ДНР и ЛНР. Наш президент вместе с тренадцать другими президентами с ДНР, с гарантом данных соглашений. Если мы говорим о том, что Россия обрешается, тогда любая нормальная страна, в Соединенных Штатах Америки, признает кого-то агрессором. Она должна с этой страной объявить войну, она должна соответствующим образом себя вести. Иначе не бывает. Если этого не происходит, то мы должны... А этого не происходит. И мы понимаем, что наш единственный путь для нашей страны это мир. И единственный путь для нашей страны это реализовать Минские соглашения, гарантом которой стал президент Украины. Порошенко, если мы не будем продолжать... Ребята, вы сейчас так критикуете, вы сейчас так все критикуете, рассказываете, как все плохо. Вы власть уже год, вы не сделали ничего. Человек вам сказал, что вы сделали для людей. Люди нищие стали. Людям не на что купить хлеба. Людям не на что заплатить коммунальные платежи. Если сейчас вы говорите, если сейчас вы говорите про дам. Это истерика, не волнуйтесь, все хорошо. Не волнуйтесь, спокойно. На самом деле, все на самом деле, гораздо проще. Перед тем, как идти сюда, я смотрел совбес ООН. Кто знает, то сегодня был совбес. Так вот там были потрясающие слова одного из международных представителей. Я не помню, у кого, который сказал. Господа, хватит говорить о том... Это, кстати, сказали не представители Украины. То ли Америка, то ли Британия. Господа, хватит говорить о том, что Россия ни при чем. Оружие, которым уничтожают сейчас граждан Украины, откуда-то взялось. И оно российское оружие. Поэтому международное сообщество уже признало. Россия страна, которая проводит эскалацию. А давайте не заговариваться. Что произошло за год? Что произошло за год? Вы разрушили страну, а мы пытаемся ее склеить. Все. Вы потеряли Крым, вы потеряли Донбасс, вы потеряли все. Вы положили кучу людей. А Соломатин, чей был министр? Тишина! Тишина! Господин, вы не объявите их украины, не объявите войну. Пожалуйста, вы решаете. Я никого никуда не приводил. Я бы хотел подвернуться, потому что сейчас мы уйдем в тему войны. Это новая огромная передача до утра. Я бы поддержал, на самом деле, Евгения. Он очень, скажем так, аккуратненько напомнил, но я бы сказал вам так. Когда я слышу о борьбе с олигархами, я действительно по-настоящему понимаю, что это тот самый популизм и есть. Дмитрий, извините, чуть тише. Я бы боролся, на самом деле, с совковым отношением к собственности. Не надо бороться с олигархами, надо бороться с правилами игры, которые позволяют олигархам быть монополистами. Нет, нет, олигархов трогать не надо. Это первое. Второе, про пятую колонну. Настоящая пятая колонна сегодня находится при власти. Если здесь случится новое потрясение, друзья мои, если потрясение, то это будет не Путин. Путин, кстати, хорош, как, наверное, человек, который разжигает войны. Путин ни при чем, да, вообще? Нет, нет. Путин ведет войну. Он ведет войну танками, спецназом, он ведет снарядами. И своими мрецами, пятой колоннами, пятой колоннами. Но если случится здесь стры власти, то это произойдет не потому, что Путин. Путин, кстати, очень сильно просчитался в менталитете, в том числе и русскоязычных украинцев, которые было совершенно правильно сказано, Луценко, оказались жутко патриотичными. И для меня было удивление, когда такой, мне казалось, сильно пророссийский город Николаев, за флаг, вывешенный ДНР на балконе, реально вытаскивал человека на улицу и бил морду, потому что они четко понимали, здесь не будет путинской агрессии. Николаев не хочет того, что есть в Донецке. Но если здесь и случится удача для Путина, то это в действиях самой власти, которая не ведет войну, эффективно, которая не ведет реформ. Именно это будет причина, а не потому, что Путин заведет сюда каких-то провокаторов. Но я бы вернулся к иллюстрации, тема, которая бы не была. Я разговаривал с Егором Соболем, который тоже был инициатором этого закона. Спивавтором. Да, спивавтором. Я с ним когда ходил по Михайловской площади, и мы обсуждали про иллюстрацию. Я говорил, ты понимаешь, говорю, если вы затеете иллюстрацию политическую, это не будет иметь никакого смысла. И, в принципе, наверное, эта иллюстрация, такая, как в Чехии, как в странах Балтии, назвать нельзя, потому что вы пропустили время. Опоздали. Мы просто опоздали, уже нет коммунистов. Опоздали, 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 опоздали. Самая главная иллюстрация, это если вы ведете туда механизм человеческий, внимание, послушайте меня. Когда какой-то комитет, какие-то люди будут определять, имеет право человек, либо не имеет, вы получите неллюстрацию, вы получите разборки. Одних с другими. Самое главное, это вести иллюстрацию критериальную, как Грузия, которая даже иллюстрация не называет. Знаете, сколько критериальная иллюстрация? Это вот работал до 2014 года, уходи. Он говорит, так пострадает же огромное количество людей, которые не виноваты. Я говорю, эти люди должны принять эту жертву и сказать, я тоже ухожу, пусть в стране будет лучше. Если есть критериальная иллюстрация, ее стоит проводить. Если нет, вы не проведете. Сергей, в чем вы не правы? Сергей, это право. Нам нужно будет постоянно менять диалог. С олигарами не надо бороться. Это не физическая борьба. Это не физическая борьба. Это работа антимодопольного комитета и конкуренции. Александр Володимирович, послушайте, я просто объяснила, что олигархов это не значит... Можно я вам скажу, нет, Александр, давайте не будем огостить вашего гостя из-за океана, пожалуйста. Дуже комдочку. В Венеции, пожалуйста, российская делегация боролась против украинской. Извините, пожалуйста, можно три очень коротких реплики. Три очень коротких реплики. Во-первых, невозможно обсуждать три темы сразу. У нас тема иллюстрации, олигархов и войны. По войне. По войне. По-английски говорят, Если оно крякает и ходит как утка, это утка. Извините, я, как специалист по международным отношениям, как политолог, как аналитик, видел много разных конфликтов. Россия ввела сюда свою технику, подготовила пророссийские силы и снабжает их и воюет вместе с ними. Это ясно. Это ясно отрицать. Если вы это отрицаете, вы отрицаете... Я говорю о реакции нашей власти. Это несправедливо. Я говорю о реакции нашей власти. По олигархам. В Америке тоже есть олигархи. Билл Гейтсон олигарх. Но они платят соответственные налоги. Цукерберг, он тоже... Но они себя ведут в принципе иначе, и никому не может прийти в голову, что он придет и будет вот так вот президент говорит, ты слушай, пацан, ты вот сейчас мне напишешь закон, чтобы охранять Фейсбук. Это невозможно. Есть лоббизм. Мы говорили уже про лоббизм. Да? Но бизнесмен, даже если он миллиардер, он должен вести себя в соответствии и с законом, и с этикой, и немножко как бы вести себя более скромно. Но там не только законы работают, там и традиции работают, правда? Я не хотел говорить о традициях, потому что в Украине, в Украине 74 года не было бизнесменов. Бизнесмены сидели. Бизнесмены были, но не сидели. Или их расстреливали, да? Назывались патриотами. За 23 года не сложилась еще традиция. Дай бог, что она сложится. И последний момент был, о чем иллюстрация. Я, как по первому образованию юрист, все-таки настаиваю на том, что иллюстрация по закону, это работал ли человек в таких-то и таких-то органах или состоял в такой-то и такой-то партии. Если он там не работал и не состоял, его нельзя иллюстрировать. Спасибо. Я хочу сказать, что я могу сказать. Одно право, пожалуйста. И это неправильно. Наши международные партнеры нам зачастую говорят, поймите, олигархи это не зло и не добро. Это налогоплательщики. Ваша задача создать условия для них такие, чтобы они не могли не платить налоги. Они обязаны платить налоги на равных условиях со всеми. Создавайте, Борислав. Да, они имеют привилегии, это необходимое, но недостаточное условие. Секунду. Очень тяжело создавать такие условия для олигархов, когда они являются спонсорами и держателями крупнейших фракций в парламенте. Совершенно. Практически невозможно. И телеканалов, и средства массовой информации. Человек с большими деньгами. Сейчас было не так давно решение Верховного Суда США, которое отменило ограничения на политические донейшн. Пожар, пожар, пожар. Пожар, это очень сложный вопрос. Но даже с большими деньгами человек не может себе позволить прийти и растопырив пальцы строить политиков. Правильно. Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную. И судебная независимая ведь власть. Независимая. И прокуратура независимая. И бизнесмены, которые в бизнесе, они вообще не про власть. Ариэль, это не про власть. Бориса, смотрите, у нас ситуация такая, что олигарх может своему подконтрольному депутату дать щелчок, тот распускает свою депутатскую фракцию, сообщает, что запускает новую фракцию, и в рамках этой фракции будет строить новую партию. Это все понимают. И это так и происходит. Давайте поговорим о том, что все, чтобы этого наконец не было. В Америке 1% богатых людей в бюджет Америки платит 37% подоходного налога. У нас, наш список Форбс платит 4%, а 50% подоходного налога в наш бюджет платят бедные. Вот вся идеология. И тогда мы предлагали... Это вопрос, наверное, к эффективной системе налогообложения. Предложила вот сейчас увеличить налогообложение капитала, то есть когда богатейшие получают, вы знаете, дивиденды распределения капитала. А вас какие-то фракции еще поддержали? И нас не поддержали. Ни одна фракция? Я принимала полностью правительство, госпожа Ереска. Мы привели пример, что везде в странах Европы налог на капитал, то есть на ценные бумаги. То, что у нас показывают. Вы посмотрите, у нас чиновник, любой вам покажет. Премьер, президент, министр финансов. Зарплата очень маленькая. Вот такая. А остальной капитал... Дивиденды. Дивиденды. То, что самый большой капитал. Они не платят с него. Они облагают. 5% подоходного налога. 5%. И не платят военный сбор. В Америке 20 до 30. Правильно. Это наше предложение. Его не проголосовали. Отпенсистители. Ну, отобрали у пенсионеров. Понятно. Отпенсистители. Ну, секунду. 5%. Я пригласил сегодня сюда. Ну, не спорь. Валерия Калмановича. Это свет. Я говорю, на капитал. Валерия Калмановича. Это разные вещи. Специально для того, чтобы... Здравствуйте, Валерия. Немножечко понятно, да. Сейчас совсем о другом давайте. Вот вы сами заговорили о том, что возможны персональные решения, кадровые решения по поводу Дмитрия. Я снова прошутишь. У Валерия есть микрофон? Да, у меня есть микрофон. У него есть микрофон. Это просто мне режиссер говорит, он волнуется, что у вас нет микрофона. Нет, все в порядке. Еще по поводу возможных перемен в правительстве. Об этом много говорилось, сходили слухи, говорили, что вот всех уволят, и вообще там со дня на день может появиться новый премьер-министр. Ну, там два... Ну, там два... Один мой, один сегодня появился на инсайдере. О том, что перестановки все-таки будут в правительстве. А какие? Ну, по моей информации, должна появиться должность первого вице-премьера. Появится новая? Нет, он у нас единственный. У нас нет пока первого вице-премьера. Да, у нас нет. Да, все, извините. Нет, у нас нет. То есть, менять никого и будут, просто заполнят, но это не замена, это не рокировка. Первый вице-премьер. Да, и... Не должность есть, появится человек. Угу. Нет ни должности, нет ни человека. Есть человек, который должен появиться. Это нынешний первый замглавы фракции Блока Петра Порошенко. Вот. Человек, наверное, вам известный. И... Не всем известный. И... Каноненко. Игорь Каноненко. Игорь Каноненко. Игорь Каноненко. Вот. Инсайдер, помимо этого, еще написал о том, что 9 министров может уйти из правительства и дедлайном для всех этих перестановок. По идее, так получается, по нашей уже информации, должно стать 11 марта, когда Международный валютный фонд проведет свое заседание своих советодиректоров. И когда деньги начнут поступать от МВФ к нам, то люди, которые будут контролировать и распределять их, они поменяются. Да, вот Порошенко сегодня сказал, организационные вопросы можно решать после получения кредита от МВФ. Не поднимайте истерию. Точно так же... Валерия, правильно уловил акцент в вашем только что пассаже о том, что эти люди приходят специально, чтобы управлять деньгами МВФ? Нет. Нет, проводить реформы. Нужно новых людей, чтобы были... Да, там есть еще история про... О реформах мы давно слышим. Здесь просто что-то новое прозвучало. То же самое после 11 марта может пройти перестановка. Я задам вопрос четко. Что важнее для этих рокировок сейчас? Чем они вызваны? Они будут вызваны... Это управление деньгами или все же желание реформ, которых там мы слышим... Желание реформ, ну кто из политиков и членов правительства... Журналист на ток-шоу может это рассказывать, потому что то, о чем вы молчите, вы этому же журналисту в куларах потихоньку рассказываете. А на камеру боретесь об этом сказать. Поэтому его мы будем слушать. Потому что, извините меня, господа хорошие депутаты, гости дорогие, очень часто ни на один конкретный поставленный вопрос в этой студии не звучит столь же конкретного... Но вне эфира вы становитесь более разговорчивыми. У нас такой момент, когда я вот, я серьезно, я просидел всю передачу, прослушал, всегда доходится до какой-то конкретной точки, до какой-то конкретной фамилии, за исключением Коломойского, и разговор сразу сходит на нет. Точно так же и при принятии решений, все за, все за реформы, все за, там, я не знаю, за хорошее налогообложение. Как только доходит до принятия решения, появляются какие-то факторы, которые это меняют. Вполне допускаю, что и перестановки в правительство в какой-то момент могут тоже соскочить. Могут. Но на сегодняшний день информация именно такая, что обновление кабинета министров, ну, скажем так, неизбежно. И, ну, тут уже как гражданину просто хочется надеяться на то, что нынешнее правительство с честью уйдет, а новое правительство с честью... А могу сразу сказать, нынешнее правительство уйти не может, потому что господа депутаты в декабре проголосовали за иммунитет, за программу правительства. А это означает, что они не могут высказать, вот у меня доверие. А если сами попросят уйти сами? Кто? Не, подождите. А вы мне скажите, кто из министров сейчас хочет уйти сам? Извините, пожалуйста, я хотела бы здесь сделать правительство. Скажите, те, кто беспокоится о своем рейтинге, которые падают... И на заседании у президента во время заседания по реформам. И между собой мы говорим о том, что необходимо провести заседание Рады коалиции и посмотреть выполнение коалиции. Мы несем... Хотим спросить с них, да? Мы их избирали. Что за три месяца сделано? Там по пунктам, по срокам, по датам. И тогда не вопрос, нравится тебе этот человек, не нравится, симпатичный или нет. Перед ним стояло коалиционное соглашение. Он избирался, чтобы его выполнять. Вот эти разговоры, нравится, не нравится, не может быть. И не говорится сейчас, что правительство должно уйти в отставку. Мы должны заслушать и премьера на своей коалиции. Есть, может... У него тоже, наверное, претензии есть, как и у нас, и к госпоже Гонтаревой. Потому что там мы... Мы прожили... Александр, а давайте напомним зрителям, есть ли прописана ли в этом коалиционном соглашении хоть какая-нибудь минимальная ответственность за невыполнение ее пунктов? Да, там четко написано. Абсолютная процедура. Что коалиция имеет право отзывать министра. И это не предусмотрено никаким вводом. И министр отвечает по своему направлению за выполнение реформ. Зритель не учил ее на память. Там есть еще один нюанс. Александр Владимирович, я не знаю, насколько сейчас коалиция его придерживается. У вас есть даже пошаговый, помесячный план, график выполнения того, что вы должны сделать. Несколько человек, Оксана Продан и я, мы с ней сидели и пошагово проверяли выполнение коалиции. Настроение упало мгновенно, потому что ни одного пункта не выполнено. И это сегодня... Да, мы договорились, и президент поставил акцент на заседание, что он обращается к коалиции с тем, чтобы мы собрались, обговорили, пригласили премьера. Потому что мы видели, когда работала Тимошенко, помните, при Ющенко, когда он ее обложил своими министрами, она ничего не могла делать. Мы должны у премьера спросить, тебе дают, кто-то мешает провести реформы, чтобы потом не сказали. Говорят, депутаты не проголосовали. Да мы поддерживаем максимально любой закон уряда, если он дает реформу. Так, так же точно и наше обязательство голосовать прописано в угодилы. Поэтому, если реформы эти надо не через колено внесли и сегодня голосуйте, а где мы начинаем вместе отрабатывать. Дмитрий Андреевский, а блог Петра Порошенко согласен с тем, что не выполняется коалиционное соглашение в должной мере? Да, не знаю, не знаю, это анализирует. Безусловно, целый ряд, целый ряд положений не выполняется, поэтому мы имеем очень хорошие инструменты для того, чтобы в том числе, может быть, и через одну коалицию, соответствующую, конечно. Потому что очень большие претензии. Скажите, а когда у вас будет заседание ближайшее Совета Коалиции или Общее Собрание Коалиции, на котором будет рассматриваться кадровый вопрос? Потому что вы можете на самом деле инициировать отставку. Вам же сказали, не раньше 11 марта. Подождите, 11 марта это график МВФ. До 11 марта никого не поменяют. А я хочу узнать, когда соберется коалиция? Когда они будут рассматривать? Пока не будут выделены. До того момента, вот я не являюсь членом коалиции, я оппозиция, но до того момента, пока не будут выделены деньги, ни один человек не посмеет взять на себя ответственность срыва переговоров по получению кредитов. Борисович, может быть, это не только деньги, это некий этап. Это понятное, это понятное. Я хочу вам более конкретно сказать. Следующая неделя у нас работа в комитетах. Я могу сказать, вот наш комитет по промышленной политике и предпринимательству у нас расписан каждый день. Вот каждый день. Круглые столы, заседания, комитетские слушания, рассмотрение закона, подготовка закона ко второму чтению. И сейчас каждая фракция начинает готовить к коалиции анализ коалиционного соглашения. Я думаю, что в понедельник лидеры фракции как раз и обсуждали через неделю, выйдут к тому, что они обговорят, что надо собирать раду коалиции. И это будет правильно. Нам надо подвести определенный итог своих же студней, не только спикеру, а каждому из нас. Посмотреть и высказать друг другу претензии. Потому что есть вещи, когда мы видим, что если одна фракция поднимает какой-то очень громкий, серьезный вопрос... Ну, Александр, в целом мысли понятны. Извините, мы вынуждены прерывать время. Как у нас было с огражденными законами. Очень часто звучит, что того не смогут снять до принятия решения МВФ, а этого не смогут убрать. Речь же идет о другом. Для того, чтобы было принято это решение, парламент принимает целый блок очень важных для экономики законов. Поэтому после того, когда этот блок будет принят, когда будет принято решение, и для экономики в том числе, вот тогда в этом случае можно будет провести, исходя и опираясь на коллекционное соглашение необданимой ротации в правительстве. Не экономика. Саша, в том-то и дело, что ни экономика, ни одна копейка из этих денег МВФ на экономику не идет. Это трагедия. Мы принимаем закон о рынке газа. Причем не идет экономика, а деньги. А в том рынке газа еще нет экономики. Простите, пожалуйста, у меня еще одна тема. И у нас есть еще человек, который не сказал ничего. К сожалению, по экономике нет. У меня есть одна тема важная. Вы должны дать слово. Потому что просто я перед эфиром разговаривал с господином Коином, и у него есть, условно говоря, политинформация для всех нас здесь присутствующих. На очень важную и волнующую нас тему, а по поводу того, какова будет в дальнейшем политика Соединенных Штатов по отношению к Украине. Потому что мы знаем, раздаются разные голоса. Одни говорят, что Соединенные Штаты не готовы оказывать большую помощь и прежде всего военную помощь. А другие говорят, что вот-вот военная помощь со стороны Соединенных Штатов Украине все-таки начнет поступать. Вот что вы по этому поводу можете рассказать, Ариэль? Спасибо. Я, естественно, отслеживаю вопрос военной помощи, прежде всего. Это горячая тема в Вашингтоне. Наряду с... Ну, это не единственная тема, она горячая. Наряду с темой исламского государства, так называемого халифата, ИГИЛа, да? Наряду с переговорами с Ираном. Вот я бы сказал, это одна из этих трех тем. Одна больше, другая меньше. Они как бы так меняются там, убивают американского заложника. Естественно, все смотрят на это. Приезжает премьер Натаньяу, все смотрят на иранское измерение. Но идет вместе с этим уже на протяжении нескольких месяцев процесс. Процесс расширения и усиления поддержки Украины. И на прошлой неделе, две недели назад, для меня был опубликован очень знаковый отчет. Авторы этого отчета, в том числе, это Строуп Тальбот, бывший первый зам госсекретаря. Это посол Пайфер, это Фред Кемп, президент Атлантического совета и другие товарищи, зам министра обороны Дама. Но все эти люди, демократы, это очень важно. Потому что, да, конечно, сенатор Маккейн и другие республиканцы. Сегодня мы видели письмо, которое я показал Евгению. Письмо за подпись все спикера Палаты представителей и десяти еще конгрессменов, возглавляющих основные комитеты. Республиканцы и поддержка демократов. Значит, есть двухпартийная поддержка, это очень важно. В Конгрессе. И есть внешнеполитическая элита республиканцев и демократов. И, конечно, двухпартийная поддержка гораздо важнее, чем поддержка одной из партий. Но при этом, я бы сказал, что есть меньшинство, на меньшинство очень влиятельное, людей в Белом доме, вокруг президента, которые, ну, грубо говоря, боятся эскалации. У нас Борислав Береза недавно из Америки вернулся. А так дадут или не дадут? Скорее, дадут, чем не дадут, или наоборот? Это политика, в политике есть процесс. И процесс идет на... В нашу сторону. Я не могу сейчас сказать, что дадут или не дадут, но рост поддержки растет. То есть, нам нужно выходить... То есть, фактически, вы предлагаете нам акцентировать на это внимание и инициировать новые процессы? Я предлагаю, чтобы Украина артикулировала свою позицию гораздо более ярче и сильнее в Вашингтоне. Мы можем долго еще ждать, кстати. Но я вам хочу сказать, что независимо от того... Мы пришли на переговоры без Америки. Виноваты. Америка тогда достаточно, в общем-то, удивилась этому процессу. И поэтому он приостановится. Это наша, конечно, ошибка страны. Я думаю, что... Но при всем при этом... И они сегодня будут смотреть на те деньги, которые выделены. И Наталья Резко, я думаю, будет первый контролер. Чтобы ни копейки не украли. И будет ли действительно реформа, или будет забалтывание. Для того, чтобы ничего не украли в нашей стране, самое главное, чтобы коалиция хорошо отслеживала, кто придет вместо тех министров, которые... Отслеживайте оппозицию. А оппозиция отслеживает, как молодые люди из талантливых селей. В 24 года начинают возглавлять почему-то департаменты в Укроборонэксперте. Давайте не уходить. Дайте господину Мусевичу сказать два слова, а потом выясниться, что... Насправді, все, що в условии Америка, це глубокий стурбованість, яку ми чуємо не один рік уже. И я думаю, це буде тривати і зараз. А якщо говорити про сто днів уряду, то абсолютно тут підтримую пані Кужель, що зараз кожна фракція, кожна партія, яка прийшла до парламенту, проведе аналіз виконання коаліційної угоди і пред'явлено... Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!